качин привет ребята привет привет это подкаст серёжа и микрофон меня зовут серёжа и помимо микрофонов также в студии также студии ирина я ваши аплодисменты да нет технический продюсер транс национальной корпорации big numbers big numbers мы делаем подкасты ребята настолько новостей для вас ближайшее время вы чумеете так я знаю что и так без того хрон сегодняшнего дикция загрузить сегодняшнего выпуска большой ну я записываю интро после того как я пообщаюсь гостем чтобы правильно его представить у меня уже просто нет сил мы долго беседовали не могли остановиться но хрон большой но и сейчас будет некоторое как бы время я потрачу на начало и так что я хочу сказать вам этот подкаст задуман для того чтобы стать лучше мне вам всем я сюда приглашаю совершенно абсолютно разных гостей которые делятся с либо знаниями либо опытом либо соображением либо настроением с одной целью мы чтобы мы взяли и использовали какие-то мысли не знаю признание схемы своей жизни и стали лучше сегодня мы лучше вообще очень сильно станем у меня в гостях я купов эдуард профессор доктор меднаук и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла потрясающий человек я начинаю думать что все врачи совершенно все потрясающе особенно доктора наук и этот выпуск мы делали вместе с вами если вы на меня подписаны в инстаграм если не подписаны подпишитесь то увидели stories где говорил задайте свой вопрос врачу невропатологу и я получил адовое количество вопросов мы как-то некоторые объединили чё смог спросил но даже 240 да не хватило нам чтобы даже треть пройтись много случаев много частных всяких штук так чё еще как слушать подкасты особенно те которые идут 240 или 250 просто по чуть-чуть и ради не хватайся за голову кортизол у меня повышается кортизол понимаете да я и рахватилась за голову что я одно и тоже говорю но это важно мы же несем знамя подкастов в этой стране мы же обучаем вас просто я слушаю подкасты каждый день я их слушаю как и либо смотрю по чуть-чуть но если есть возможность то сразу запоем но сегодня там 10 20 минут 40 завтра чуть-чуть потом и оп за недельку то все и послушали стали лучше поумнели и все и тут мы вам следующую уже испекли подкаст так и пожалуйста я вас об этом вот об этом я редко прошу подпишитесь на этот канал циферки все-таки помогают нам звать гостей как бы я не говорил что нам в общем-то плевать на цифры и это правда так у нас есть такая роскошь спасибо компании в рей но для того чтобы заполучить хорошего гостя доктора наук ну какой доктор наук пойдет как вы не задрипанный подкаст ну не всякий да только с большим сердцем поэтому подпишитесь на наш подкаст нам легче будет приглашать хороших гостей так это работает ну и в принципе как бы эго тоже куда без него ему приятно не пишите комментарии алгоритмы ютюба очень любят когда люди пишут комментарии алгоритм хорошо и чаще предлагает это видео короче активничайте дизлайк не ставьте дизлайк это вообще не модно сейчас вы чего это токсично мы против токсичности и поставьте напоминание можно даже по моему сейчас сделать чтобы напоминание приходило на конкретный вид продукта там до типа подкаст вот поставьте напоминание чтобы не пропустить следующий подкаст все начинаем мы наш подкаст сегодняшний и головные боли эпилепсии про все 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 от нервов и нервами занимается и нервной системой врач невролог такой как эдуард якубов наш сегодняшний гость погнали привет добрый день как дела все в порядке я сережа я тут вот сижу перед вами вы эдуард да вы давайте я вам сейчас скажу кто вы вдруг вы забыли вы невролог между прочим да это 30-летним если вы вдруг забыли стажем вообще-то и вы сейчас вы хорошо вы сидите вы профессор да что происходит да профессор доктор медицинских наук заслуженный врач республики татарстан создатель нейроклиники и образовательного центра ваше здоровье похоже на тост да и там всегда такой тост да на корпоративах не приходится придумывать член президиума всероссийского общества неврологов и член президиума сергей сразу там много да там много всяких раз я просто хотел занять полчаса вот хорошо хорошо как бы хрон идет что-то говорю вы крутой в общем большая честь спасибо что пришли спасибо вам большое что пригласили для меня это очень интересный опыт и это очень интересно я вообще люблю все необычное и новое для себя это вообще кстати позволяет мозгу развиваться и профессор то я не совсем типичный так если так вот действительно нас слушают но это не такое убеленные сединами знаете как профессор представляет себе люди не относящиеся к медицине или но я честно говоря сомневаюсь что у вас нет бороды белой нет бороды очки где и очков нет и простите без халата не не покупаю не покупайте профессор ира ну и кроме того нет такого пузатого расхлябного портфеля из которого вылетают бумажки рассеянного взгляда но это вообще системообразующие да такой ага и так он идет такой шалой с такими глазами и вот такой профессор кислых щей или даже без щей просто кислый вид такой немножко вид у него как говорил петр первый придурковатый слегка но не придурковатый если говорить серьезно то действительно так уж получилось моей жизни что 30 лет отдано любимой любимой профессии это без улыбки это неврология и медицине у меня вообще все в медицине мои родители я в медицине родственники медицине один тут живу заканчивали и я считаю что это лучшее на нашей планете профессии но нам предстоит про нее поговорить довольно много значит смотрите я спросил у своих подписчиков самые клевые ребята на свете в инстаграме и в на ютубе тоже но тут особо не спросишь да есть вопросы вообще к неврологу и честно честно вам скажу я думал будут такие как бы я не знаю может быть это книг не к нему не по адресу но все же вот колено болит я так думал потому что у меня плавают мои знания да относительно невролога невропатолога вот все я не совсем понимаю что это наверное потому что не сталкивался особо сильно у меня был случай в моей жизни когда мне помог врач-невропатолог и помог ли вообще это мы обсудим да как бы да оказывать спрос на вас такой я уст вот или посылал ира привет скажи ну-ка привет привет да привет спасибо что с нами здесь тоже а я ире посылал значит скриншоты чтобы не забыть чтобы она мне распечатала и на ноутбук здесь вот вывела я замучился нужный вы человек я начал задумываться о том что все болезни они же от нервов да значит вы отвечаете вообще за все болезни поздравляю вас спасибо большое действительно все болезни от нервов лишь некоторые от удовольствия старый анекдот такой есть да и действительно мозг он ну я всегда это говорил на всех семинарах своих мастер-классах студентам врачам вот у нас есть у нас есть единственный орган который отвечает вот за все вот за все это не сердце нет это не сердце это не в ароматическом смысле нет это не тугие груди мощные бицепсы на круглые ягодицы аля куда куда шьян так на ведь я завожусь да ну я так понимаю да так вот самый главный орган это мозг благодаря ему и нервной системе мы с вами любим дышим живем заставляем биться наше сердце либо чаще либо реже мы с вами беседуем сейчас вы меня понимаете я вас понимаю я знаете вы мне не льстите пожалуйста ой но постараемся говорить не не сложно кстати это большая проблема для врачей они начинают говорить сложным языком и это большая проблема так вот мозг это тот орган который нам позволяет жить в этом мире им наслаждаться и горе приходит тогда когда начинаются здесь проблемы вот мы сегодня будем с вами стараться проблемы моих подписчиков и мои разобрать уж не решить но хотя бы разобрать очень много вопросов я не знаю сколько мы с вами будем сидеть те кто сейчас нас включили на ютубе знают там есть подлый таймер да я не знаю мне кажется у нас не хватит memory card не хватит потому что до утра можно мы обсуждаем все согласен абсолютно все у нас есть минут 15 да нет такого не бывает нам нужно долго сидеть вот но прежде чем мы начнем все таки я бы вот от вас хотел услышать кто такой невролог чем он занимается кто такой невропатолог и вот хорошо основ ну во первых по классике сейчас мы говорим о врачах неврологах потому что термин невропатолог это устаревший термин он уже ушел в бездну забвения и сейчас людей которые занимаются нервной системой болезнями мозга и вот то о чем мы сегодня будем говорить это неврология неврология который вмещать абсолютно вот от памяти до нарушения сна от боли головной боли боли спине и инсульты и многое-многое другое это невролог много много это не как бы при всем уважении это не зубы лечить ну да зубов у нас 32 у кого-то чуть больше у кого-то меньше и все проблемы с зубами заканчиваются когда выпадает последний зуб но когда зубов нет нет проблемы а вот с мозгом и с нервной системы проблемы как в юном возрасте и может быть если хватит время это об этом поговорим вот многие проблемы у нас с нами у нас всех заказ начинаются с младенчества с детских лет и сейчас этих проблем очень много я сейчас пишу книжку на эту тему сон разума рождает чудовище об этом может быть тоже поговорим о гаджет-аддикциях и прочее прочее и они завершаются тогда когда мы уходим в преклонный возраст и дело не только в боли не только в головной боли там или еще что-то память вот работа мозга и все и этот спектр ну вот наверняка слышали такой термин остеохондроз возможно слышали когда болит спина слыхали да когда болит спина но посетители поликлиник да не что поликлиник любой человек об этом так или иначе как-то наслышан ну вот мой учитель профессор попелянский он собственно ввел этот термин в ссср в практику он много другого вкладывал в эту в этот термин удивитесь номер один причина нетрудоспособности в мире на сегодня поле спине на втором месте кстати мигрень не депрессия не диабет не что-то еще не инфаркт с инсультом боль боль спине и и нельзя люди не способны делать просто текущую работу потому что они не до они могут концентрироваться и больно об этом мы поговорим так вот невролог это действительно ну там столько все объемлющие каждую клетку вот я на вас смотрю до в этот момент нашей с вами жизни у вас происходит мириарды общений вашего мозга со всеми вашими органами системы системами и каждую клетку нашего организма пронзает нервное волокно вот ответ что неврология она облегает охватывает обнимает все все это вообще возможно объять не объять но не мозг вообще это вселенная которую мы до конца не знаем и думаю что долгое время еще не познаем ее вот туда последней точки да у нас здесь был наш гость который занимается мозгом ир напомни пожалуйста его имя фамилию чтобы я не сел в лужу вот он занимается непосредственно изучением мозга а вы видимо связи мозга и здоровья ну дело в том что тут надо разделить действительно есть очень интересный блок науки который называется физиология нейрофизиологии вот физиологи мои коллеги в российской академии наук в институте мозга они занимаются здоровьем здоровым состоянием здоровым организмом то есть мозгом здорового человека и нервной системы здорового человека причем есть причудливые исследования когда эти физиологи на мой взгляд делают исследования ну для меня вообще экзотические дело в том что я еще занимаюсь это сфера научных интересов и создал большой сомнологический центр в республике мы сейчас проводим для врачей образовательные программы разные но не суть в этом так вот эти физиологи самые например изучает мозг морских котиков дельфинов но сон дрозофилы маленькой такой мушки сон сон все спят как она дергает ножкой и сколько если у него есть конечно ну например такой простой а это маленькая мушка маленькая шесть вот например чтобы мы представляли акулы дельфин спит очень своеобразно одно полушарий засыпает другой боты стоит потом ну понятно они немножко другую и они занимаются физиологии а мы занимаемся зная физиологию проблемами патологии до болезнями вот это наверное то что отличает от на рефизиологов вы сказали слово мигрень у меня сразу сработал рефлекс потому что очень много вопросов это правда очень много вопросов связанных с головными болями все виды там чего только нет начнем с основы основ что такое мигрень вот я вскользь об этом уже сказал да совсем свежая работа основанная на данных всемирной организации здоровья ставит мигрень на вторую позицию среди причин временной нетрудоспособности почему мигрень известна за ревнейших времен гиппократ это гиппократ об этом писал вспомните блестящее описание мигрени у булгакова да вот это вот когда про понти и пилата я сейчас буду кивать как будто знаю чем конечно да 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 мастер и маргарин хорошо когда шаркающий поход кавалерийской походке походкой в плаще с кроваво-красным подбоем прокуратор иудеи понти пилат вышел на балкон и посмотрел на ненавистный ему город боги боги за что вы мучаете меня гемикрония пришла понти пилата гемикрония это как раз та самая мигрень когда болит половина головы появляется тошнота раздражают запахи миллионы сотни миллионов людей на нашей планете страдает от этой болезни подождите так может быть это вариант нормы нет ну вот мы проснулись башка трещит ну потрещала и прошла это мигрень нет это не мигрень то та история о которой вы сейчас сказали как у блестящий есть писатель борхес у него такая фраза ах напрасно была эта ночь так хороша иногда некоторые утром просыпаясь вспоминает и хватаются за голову да ну иногда ну скажем так мягко они выпили лишний бокал шардоне так скажем накануне можно и без этого да но хорошо и может быть без этого просто проснулся повалит голова видов головной боли десятки а мигрень занимает первое место и она выбивает из седла те кто вам писал и это не случайно так много вопросов она выбивает из седла не на минуты и порой не на часы есть такое понятие мигреновного статуса когда человек вылетает на несколько дней и страшно в том что то что он не просто вот поболела голова его тошнит рвет не кантовать не трогать и так продолжается несколько часов пока что-то не выпьет не примет или когда закончится мигрень он несколько дней не может работать да вот какая беда вы я вам завидую вы человек у которого я так понимаю не было мигрени и у вас такой энергичный голос вы мощный энергичный красавец продолжайте сажен да 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 вот и у вас есть какая-то цитата из произведения произведения будет будет и произведения будет это да он сидел напротив с микроскопом микрофоном так вот сереже микроскоп на кстати да сделать такой шоу сереже микроскоп подожди я не знаю что такое мигрень поэтому я испорт я спрашиваю вот кто-то мне говорит слышь ты там наверху экранов ну ты даешь да ну не знаю я вот есть медицинское обозначение мигрени мигрени это главная боль которая имеет очень четкие характеристики очень простые так когда болит половина головы когда тошнит или появляется непереносимость ярких яркого света и сильных звуков ну так называем фото пси когда вот вот в нашей студии яркий достаточно свет и человеку с мигренью ему будет неприятно вот это три простых вопроса ответ на которые если звучит да с высокой вероятностью 90 процентов у человека мигрень что вызывает мигрень мигрень вызывает масса факторов и вот если мы я не буду сейчас как знаете как моей коллеги в медицине опыта кинезе сейчас поговорим минут на 40 больше я думаю нет не будем этого делать есть очень важные факторы триггеры мигрени это факторы провокаторы ну триггер да спусковой крючок запускает любой процесс в том числе и вот частности мигрень среди них это плохой сон недостаток сна это нарушение режима питания не поел человек да даже такое даже такое конечно очень это переутомление это я верю это когда человек и причем это очень четко я ведь тоже вот вот завидую вам у меня бывает у самого мигрень бывает мигрень и даже вот сейчас я сегодня вот прилетел тут много было работы и я чувствую что чуть-чуть стала побалевать голова но это пройдет я не буду катастрофизировать какой таких случаях пройдет даже без таблеток но часто эти факторы лупит и лупит вот сейчас декабрь да мы в преддверии новогодних праздников пусть сложный период вокруг нас социальные ограничения тревоги много вокруг и внутри нас тоже мы мечемся начинать бегать скоро москва которая никогда не спит и так уже стоящие вот сейчас вечером в пробках станет железобетонные пробки перед праздниками все хотят успеть что-то сделать сделать покупки закрыть год знаете такого финансистов которые так считают год закрыть надо и арифмойтор считает калькулятор да ну так вот куча тем бараблем уровень стресса повышен повышен уровень стресса настолько он зашкаливает и вот тут мозг говорит он постучал по голове что называется говорит дорогой иван иванович остановись не останавливается человек он продолжает пахать он продолжает нервничать не досыпает не доедает нам хлеба не надо работу давай и мозг нервной системы бьет его наотмашь и приходит мигрень все чаще и чаще и выбивает его седла парадокс ему надо работать а он работать не может то есть к триггерам можно отнести еще и стресс стресс хорошо можно ли отнести к триггерам вызывающим мигрень просьбу партнера заняться сексом это прекрасный вопрос даже милый милый сейчас не до этого у меня болит голова давай на той неделе в следующем месяце а давай с первого января нового года забавное было спросить что вас перебиваю было была какая-то статья где молодой человек значит я не говорю что женщины плохие мужики те еще да значит согласен все хороши все хороши мой спич не об этом молодой человек вел таблицу в excel отказов ему от девушки каждый день и он записывал время когда предложение секса и причину и значит 70 процентов было болит голова да ну а дважды за месяц месячный ну такого от такого женщина лучше всех женщину лучше все лучше женщины абсолютно согласен да женщина лучше мужчины но вообще этот это была шутка но на самом деле ежемесячные кстати проблемы у женщин физиологические проблемы они вызывают так называемую менструальную мигрень она тоже есть подождите если это так серьезно если так много людей это испытывают и не могут условно нормально функционировать до слова нормально я да использую почему я могу прийти к работодателю и сказать у меня мигрень я не могу работать дайте мне два дня отдыха это можно зафиксировать не в нашей стране не в нашей стране в ряде стран даже с месячными дают женщинам больничный лист и говорят ты не работоспособна иди мать отдыхай отдыхай не в нашей стране у нас человек это песчинка и вот здесь эта проблема такая что это засада засада дело в том что вот есть парадокс сергей парадокс я его называю парадокс айсберга мигрени дело в том что мигрень это первая причина всех главных вот представьте себе все головные боли возьмем там их десятки одна из самых главных причин головных болей на нашей планете это мигрень второе диагностируется она очень плохо и мало и диагностируется очень плохо и мало и лечится тем более еще хуже ну понятно раз диагноз поста не поставлен мигрени человек говорит у меня болит глава вот как вы сказали и как в одном произведении это да у германа это было он описывает у меня летчики лечится и один пришел и говорит а скажите мне голова болит это когда кожа болит когда кость болит или что-то внутри головы болит и он говорит ну я потеряю квалификацию говорит это врач герман много писала врачах и что это такое я потеряю про профессиональную пригодность я лечу здоровых людей вот здоровые люди действительно они не знают не ведут болит не болит что там болит и не загружаются по этому поводу но те кто знает о мигрени они шерстят все и вся они знают все что у них вызывает мигрени не едят шоколад не пьют красное вино шампанского я пошутил про бокал белого вина люди вообще отодвигают от себя все и все они начинают страшные что расплата расплата жесткая все он на следующий день попадает шоколад сыр твердый я люблю это я хочу посидеть с людьми с друзьями я хочу жрать шоколад запивать вино да и и нет все и вот это большая проблема делать что что делать первое во всех принципах лечения мигрени это четко убирать вот эти триггеры факторы провокаторы раз так то есть проводить расследование наблюдать да а из-за чего у меня мигрени приходит либо я плохо сплю либо я плохо ем или либо я к себе любимому отношусь отвратительно и спустя рукава я не занимаюсь там физическими упражнениями не спортом а физическими упражнениями подчеркиваю это первое я должен ограничить определенные виды продуктов которые я не буду есть потому что они провоцируют а вот дальше что делать надо найти хорошего врача мне кажется вот вы говорите надо люди я по себе знаю ты не будешь ничего сам делать не будешь ты тем более что тебе может казаться что вызывает одно а по факту другое тысячи причин конечно вот десятки причин потому что ведь кроме мигрени там же еще есть куча в этом же надо разобраться а человек не сведущий в медицине хотя у нас как знаете как в футболе и погоде все знают про медицину особенно сейчас смотрят черте что там вот это надо сделать они про медицину смотрят потому что искать надо да но информация разная да конечно хрень полная где-то полезная да и иногда думаю так спасение утопающего дело рук самого утопающего действительно народ так куда-то придешь я тут не буду обижать своих коллег врачей но времени у них мало и народ ринулся в интернет в youtube кстати про youtube тоже можем поговорить поэтому у меня много кстати вопросов потому что люди запутаны разная информация идет да и найти вот сейчас нормальный хорошо я окей я не пойду сейчас к врачу я хочу вот сначала разобраться сам в этой ситуации и мне надо к этому ну как то поставить все на полочке для себя а уже потом я приму решение и вот здесь трудность в том что если мы заглянем в интернет немного ресурсов и раз загляни в интернет пожалуйста загляни прямо сейчас в интернет что пишут заглядывай на самом деле тут уже до этого смотрела и нашла сайт впереди мигрени точка рф я вот хотя как раз хотел об этом сказать ресурсов мало но вот совсем недавно появился очень интересный ресурс этот сайт так и называется впереди-мигрени точка рф дело в том что вот здесь есть много проверенной четкой информации о том что такое мигрень что такое факторы провокаторы что с ними делать куда идти и вот тут очень важный вопрос куда идти кого найти и вот здесь на этом сайте могут помочь подобрать клинику которая занимается проблемами головной боли и врача ведь это же не сайт для там москвы и казани это сайт для всей страны и вы знаете да да это но я почему еще знаю там там вообще-то это не реклама но и моя клиника там тоже есть мы тоже у меня есть кабинет боли в клинике как много других кабинетов и центров вот как впереди впереди тире мигрени точка рф по русски да по русски все пишется по-русски там можно найти там можно найти врача клинику и именно что очень важно хочу подчеркнуть это тот сайт то место где вы найдете извините за тавтологию то место и того человека который вам поможет решить эту проблему все значит пользу отработали сегодня в подкасте класс ребята запомните про мигрень я думаю пока мы да все то что очень много у нас еще всего впереди все запишите там человек пишет я буду говорить кстати обезличено чтобы никого не конечно значит не поставить неприятное положение вот конкретно тик глаза у человека у меня когда раз был тик глаза но он прошел сам да когда дергается он сам а иногда бывает тик тебе заметны а снаружи незаметно но ты чувствуешь что-то там вот сокращается как от этого избавиться и вообще про нервные тики в целом это первое тик с французского это быстрые отрывистые движения это перед прямой дословный перевод этого слова тик тиков и вот этих непроизвольных движений есть очень много одно из них сергей вы описали подергивается глаз здесь надо различать ну так я поясню функциональные и органические тики сразу без перехода функциональные когда в голове ничего нет не воспалено не там упаси боже опухоли еще какой-то гадости но он появляется он может появиться как вы сказали вот у вас у меня он может появиться это так называемый функциональный тик когда абсолютно здорового человека на фоне стрессов перегрузки а того же не травма стоп вот здесь немножко травма нет психотравма может быть а если я там неудобной позе спал нет это не травма это не травма это просто неудобная поза который который вызвал то что ваш сон был поверхностный и не очень качественный сон и вот вы проснулись и так был как битл спели вечер трудного дня вы проснулись и у вас и вам на работу пахать эфир один-второй еще что-то потом встречи и тут вам позвонил кто-то понял функциональный тик не вызван чем-то серьезным серьезным но что с ним делать надо успокоиться надо это сигнал мозга что брат тебе надо немножко передохнуть давайте еще одну сделаю ремарку значит ребят все о чем мы сейчас говорим мы говорим я говорю с профессором умнейший человек тем не менее да лучше если у вас какая-то проблема заинтересовала или ее решение обратиться к врачу и иди ну да это мы просто должны сказать чтобы да вот рекомендации рекомендациями в любом случае лучше пойти к врачу такого классного вряд ли надеть конечно но но трудно да потому что я сейчас вернусь и у меня тоже прилетают со всей страны пациенты я их не могу до нового года всех распихать кстати говоря эдуард между прочим не из москвы как я из казани из казани как почти все кто у нас здесь бывает вот у нас казань здесь в гостях да и кстати казань я имею я вот не понял да вот я я опростоволосился что мы тут сидим вообще чак-чак да руки не липки это вообще как так может быть будет итак успокоиться да успокоиться выровнять значит это показатель что что-то с моим эмоциональным фоном не то успокоиться и парадоксально не обращать на это внимание то трудно переключить свое внимание мы ведь с вами тоннельные люди то вот у нас мышление тоннельные если вон застрянем с вами на этом подергивание глаза все это как это правильно я понимаю что это как с ранкой с ранкой осторожно сережа с ранкой на небе ты бы она бы nuevas дляよう быстрее если бы ее языком не трогать да да совершенно верно такая же логика совершенно такая желудка думаю брати к вам пройдет да или переключи внимание надо переключать они могут я это прям для буддистов такого в ну в записи не думай против ну да это такой такой момент есть не то что не думайте про тико а переключить внимание вот это очень важной момент эти органика пришла есть кстати классный фильм пробуждения организму intimate органические изменения. Вот когда травма, когда человеку по башке стукнули чем-то, он упал, у него инсульт. Или энцефалит, не дай бог, там перенес этот человек. Когда нефункциональный. Да, нефункциональный. Когда в мозге есть какая-то проблема изменения. Ну, простой пример. Перед вами компьютер. Вот вы его включили. Он что-то работает, но как-то не так. Что-то вот у вас не зашло письмо. Медленно. Думаете, ну, у вас я вижу такой же, как у меня. Вы любите. Не буду говорить марку этого компьютера с фруктом. Ну, вот такая история. Он работает, но все включается, а работает не так, как надо. Это функционально. А теперь вы взяли этот компьютер и долбанули мне по башке. Но я так полагаю, что раз человек спрашивает про нервный тик, значит, у него функциональный. Он не знает причину. Потому что если у человека органический тик, он проходит терапию, он понимает, что это. Он понимает, что у него там была какая-то травма, что-то такое. Он связывает это с чем-то, какой-то проблемой и придет к врачу, надеюсь. А какая-то таблеточка может быть? Есть таблетки, есть препараты. И тут надо разделять. Где-то надо человека просто успокоить. Это одна история. Если у него тики будут другими, совершенно непроизвольными, и они могут быть очень тяжелыми. Говорим с вами о проблеме. Вот сейчас я вам его покажу. Через секунду вы его увидите. Вот такое бывает. И еще вокалист. А это уже не Туретто? Совершенно верно. Это синдром Жиль де ли Туретто, я сейчас показал. И замечательные есть фильмы на эту тему пробуждения. Войкнесс. Де Ниро классно играет роль в этом фильме. Это старый фильм. 90-х, по-моему, годов. Там, причем еще, по-моему, человек не просто дергается, он еще может что-то выкрикивать. И выкрикивать. Вот эти вокализы, которые я сейчас показал, это был вокалист, да? А врукань может быть. Может быть, да, назовем это мягко слова, табу. Потом человек успокаивается. Кстати, удержать он этого не может. А Туретто, это функциональный или органический тик? А вот это вопрос, на который современная неврология до конца ответить не может. Мне почему-то кажется, что он органический. Что-то там где-то в мозгу... Где-то что-то в мозгу переключилось, и действительно... Бумблер не туда сработал. Не туда зашел, и Туретто, это как раз та история, с которой людям очень тяжело. Одно дело, когда глаз дергается. Проблема, да, как бы с дергающимся глазом, это неприятно. Шутки шутками, ребят, если мы шутим, это не значит, что мы так, типа, легко... Мы просто легко беседуем. Любая проблема, даже если она не очень серьезная, она может серьезный дискомфорт достать. Конечно. Человек из дома не выйдет. Да, ну ты подмигнул кому-то, кто-то может быть даже и... Это может быть начало... Чего-то. ...чего, новых отношений, да. А с Туретто человек не может социализироваться. Ну, тяжело быть с человеком рядом, который матерится ни с того, ни с сего. Многие даже не знают об этом и думают, что он сумасшедший. Да. Вот классный в этом году вышел фильм. Не помню, сейчас не буду вспоминать его. Ну, пример. Сэмюль Джексон. Блестящий английский писатель. У него был Туретто. То есть Сэмюль Джексон, это актер? Это актер, да. Но до актера Сэмюль Джексона был еще английский писатель. Сэмюль Джексон эпохи викторианской Англии. Ну, у него был тяжелый тик, в котором он, пытаясь его удержать, вызывал только еще большую бурю движений. При этом это был не глупый человек. А представьте, в викторианской Англии, там же все, знаете, так сэр, сэр, сэр. Я не представлен, сэр, сэр, сэр. И вот так они церемонно, важны. И вдруг он начинает материться, ругаться, гримасы какие-то совершать. Это убегает. Он пытается выплеснуть эту историю из себя, но у него не получается. Но это тоже область... Это наша область. Неврология. Этим мы занимаемся, да. Это тяжелоаккурабельные пациенты, как мы их называем. Чем это лечит? Лечит это препаратами. Но на Западе есть специальные, так называемые, бихеверистские методики. То есть оттуда и психотерапевта мы подключаем. Бихевер терапия, да. Поведенческая терапия, да. И ее мы подключаем тоже. Там комплексно. Там очень комплексно. Я думаю, что как раз именно психологические раздражители имеют колоссальное значение. И влияют на то, что там что-то функциональное меняется. И не только здесь. И не только в этом, потому что есть огромное количество... Вот мы про боль с вами начали говорить. Вот в этом году, в сентябре, журнал «Пейн» — это такой самый крутой журнал по боли в мире. Как будто бы журнал «Пророк» про тяжелый металл. «Пейн!» «Пейн!» «Попишись на журнал «Пейн!» И вот там новое определение боли, в котором говорят исследователи о том, что вообще-то боль — это не просто стукнулся рукой об стол и ушиб. Это эмоциональное переживание. И вот тут важная история. Мы все с вами разные. Вот, Сергей, мы с вами сейчас разговариваем вот в эту секунду. У нас один статус работы нашего мозга. Вы устанете или я устану? Это совершенно другой. Конечно. Не поел, не попил, побежал куда-то, нервничаю, третий, четвертый, пятый. Не то, что люди разные. Мы сами разные. И если мы испытываем в этот момент боль, мы получаем абсолютно разный уровень восприятия. Да, когда я болею, это один Сережа. И это касается любого человека. Конечно. У меня не хочется ни секса, ничего. Я хочу просто покоя. Когда я здоровый и на пике дневной активности, я совершенно другой. В горы свернете. Да. Поэтому я вот с возрастом начал думать, вернее, избегать категоричных оценок в отношении людей. Я понимаю, что он может устать. Его что-то может тревожить. В конце концов, он засыпает. Да, он себя плохо чувствует. Либо очень хорошо чувствует. Так меня досадно от того, какой я нестабильный, какой человек, в принципе, нестабильный. Да, человек одновременно и очень жизнеспособен, да, и одновременно очень уязвим. И вот это очень важный момент, где нам найти эту грань, баланс, между нашей слабостью и нашей силой. И мы же не можем все время быть очень сильными, знаете, такой strong man, такой, знаете, вот он на пределе такой, «Я там крутой чувак, я все там». Ну, бывают дни, когда опустишь руки, да? И нет ни слов, ни музыки, ни сил. Сколько подкастов я запорол, потому что мы их записывали после девяти вечера. Ребята знают, что я сижу и думаю, когда это закончится уже, что я засыпаю, у меня нет сил. Конечно, конечно. И вот этот важный момент — найти баланс внутри себя. Это очень важно. И это как раз вопрос баланса здоровья-нездоровья. Поэтому люди, которые откликнулись на мои сторис, они, видимо, все-таки озабочены тем, чтобы узнать, как они устроены. Как бы вот им дано от природы какое-то тело, какая-то нервная система, какой-то набор болячек и сильных мест, да? И они пытаются себя узнать. И, в принципе, мой подкаст о том, чтобы узнать себя с разной стороны. У нас здесь кто только не бывает. И люди, которые телом занимаются, и душой. Да, я это смотрел. От Найка Борзова до кинорежиссеров и так далее. Да, потому что мы очень сложное существо. Мы не состоим только из вопросов здоровья или развлечений, или там, не знаю, чего-то еще, да? Конечно. Как говорят, в мире нет черного и белого. И оттенков серого отнюдь не 50, а 256 оттенков серого. Вообще сейчас посчитали еще больше оттенков вот этой палитры. И мы очень разные. И когда мне говорят, вот, действительно, я абсолютно солидарен. Вот этот человек такой, а этот... Это категоричная оценка, это оценочное суждение. Это абсолютно неправильно. Это касается, кстати, здоровья тоже. Да. А очень... Вот я к следующему вопросу. Некоторые вопросы мы объединяли сразу в трансформер. Многие люди, несколько людей спросило, значит, психосоматика, что такое вообще? Все такие, ой, это у тебя психосоматика. Ну, психосоматика. Такое, знаете, как будто бы для этих... Для диванных экспертов. Что там у меня... Упал, ногу сломал. Психосоматика. Что это научно доказано? Что это за термин? Так кто его придумал? Ну, вообще говоря, о термине психосомат... Это вообще настолько модная и острая тема. Топовая, что называется. Это мое любимое слово. Да, но дело в том, что... Вот порой... Уступает только ретроградному Меркурию, честно говоря. Ну, может быть, да. Второе место чарты. Дело в том, что когда мы говорим о психосоматике, это действительно модно, потому что... Ну, если вы посмотрите... Тема, связанная с психологией, с работой мозга, с нашими эмоциями, это темы просто крутые. Они набирают обороты везде. И в Ютубе, и в Инститете это можно найти. И человек вот сидит и думает, кто я, где я, в чем я, и где я в этом мире, и мир ли во мне... Ну, и так далее, и так далее, и начинает накручивать. Психосоматика — это совершенно четкий раздел и психосоматические заболевания, абсолютно явный четкий раздел медицины, подчеркну, медицины, который связан с теми смутными объектами, как в кавычках можно сказать, за которыми не стоит вот то самое поражение органическое. Мы не поймаем перелома, инфаркта миокарда, пневмонии. Про пневмонию тоже сейчас скажу, тем более тема актуальная. У человека нет поражения легких, а дышит он по-другому. Нехватка воздуха у него. Откуда? И вот ему и говорят, ой, у тебя психосоматика. Не зная, как говорится, в чем тут дело. А это может быть действительно так называемый гипервентиляционный синдром, когда у человека внутри его системы координат, той самой нервной системы мозга и всей его периферии, я не случайно сказал, что мозг — это тот главный орган, он дирижер. Посмотрите, от мозга идут сигналы, и к сигналу постоянно. Вот так, быстро-быстро, по кратчайшей траектории, мгновенно. Но у кого-то эти сигналы идут, как говорят в таких случаях, кривоколенным переулком, вот таким образом. Почему? Вот тут очень важный момент. Происходит дисбаланс внутри него. У него нет инфаркта, у него нет пневмонии, у него зато есть рассогласованность работы мозга и периферической системы. Симпатическая и парасимпатическая. Это вообще тема нашей кафедры. Кстати, моей кафедры, которые... Что вызывает эту рассогласованность? Эта рассогласованность вызывает множество причин. Первый из них — это стресс, в том числе. Стресс ведь это не расхожие понятия, которые Ганс Сирье когда-то придумал и ввел в нашу обиход. Вот сегодня, сейчас ваш подкаст — это стресс для вас и для меня, но он положительный стресс. Мы все равно... Давление чуть поднялось. Нет, для меня это положительный стресс, но я тоже в стрессе. Я хоть расслабно не сижу, но передо мной умный человек сидит. И вот все равно сердце ваше бьется чаще, давление чуть-чуть, чуть-чуть. Я вон воду выпил, смотрите сколько. Я тоже пью ее, поднялось выше чуть-чуть. Но вот в какой-то момент, когда у человека плохая устойчивость к стрессу, вот ему дали какую-то информацию, она для него важна, и в давлении бах взлетело не до 125-130, а 200 зашкаливает. И у него бах в голову ступило. Вот это так называемая гиперреакция организма. На стресс. На стресс. Только ли стресс? Не только стресс. Можно мы сейчас чекпоинт сохраняемся? То есть мы сейчас говорили о том, про психосоматику, да, что вызывает рассогласованность работы симпатической и парасимпатической системы. Одна из них стресс, но это не только. Про стресс. Можно вот мои соображения? Все-таки говорят, о, стресс, все, стресс это плохо. А почему стресс это плохо? Стресс это хорошо. Мы, как люди, стали людьми только из-за стресса. Мы без стресса деградируем. Совершенно верно. Мне кажется, как-то, знаете, нужен комитет защиты, стресс. Да не то, что комитет защиты стресса. Я могу сказать, вот у меня тоже есть очень скромный YouTube-канал. Я только-только, я младенец в социальных сетях. И это моя ошибка, что... Нейронаука с Эдуардом Якуповым. Подписывайтесь. YouTube-канал нейронаука с Эдуардом Якуповым. И я сделал цикл передач, посвященных именно нейротрансмиттерам. И мы там говорим о стрессе, о медитации, почему важно спать, что такое нарушение сна и памяти. Вот очень важный есть нейротрансмиттер – кортизол. Многие о нем слышали, знают. Это третье по популярности слово. Это топчик просто. После психотоматии – кортизол. Кортизол. Так вот. Типа удовольствие, да? Нет. Это про дофамин. Дофамин. А, что напутал? Стресс. А, паническая атака. Сереж, сейчас все. Бежать. Вот. Бей и беги. Это придуман, кстати, Кэнон, когда он изучал тот самый кортизол. И реакция на стресс – бей или беги – то она, она естественна. Вы правильно сказали. У первобытного человека, наших предков, она была. Саблизубый тихр забегает, залезает в пещеру, ревет. Я его заколбасил. Бах, по башке ему. Выдохнул. И уровень кортизол упал. Все. Стресс ушел. А, это гормон стресса, кортизол. Да, гормон стресса. А что происходит с нами? Вот у нас. Ой, что-то произошло. Ой, на работе. Ой, клиент уезжает, гипс снимает, пароход уплывает. Все, беда, 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 бедища. И уровень кортизола держится, держится. Не секунду, минуту, час, два. Он стоит на высоких уровнях. День, неделю, месяц. И вот тут начинает ломать человека. Вас понял. Я вот, почему стресс и кортизол не любят, в кавычках, женщины? Кожа хуже становится. Да. Потому что кортизол разрушает коллаген. Кожа становится вялой. Я знаю, у вас были ребята, ютуберы, занимающиеся культуризмом. Да, да, да. Виктор Блут. Да, Блут. И Паша еще полагает. Да, да, да. Почему они не любят тоже и говорят о том, что кортизол и стресс, потому что он пожирает мышцы. Так есть. Мы с Пашей постоянно говорим про кортизол. Он говорит, Сереж, ты весь забит, ты чего такое? Мы неэффективно тренируемся. И это, конечно, надо там быть в нирване и прочие дела. Но это трудно очень добиться, особенно западному человеку, которыми мы являемся. Это кортизол. То есть, грубо говоря, я прихожу в клуб за стрессом. Я же мог спать. Да. Да, но стресс – это как сладкое. Если ты можешь себя побаловать… Нет, сладкое – плохое слово. Нет, нет, нет. Плохое слово. Что полезное? Поясню. Витамин С. Вот поясню. Вот вы приходите, и многие люди… Сейчас вообще мне очень нравится тема, связанная с фитнесом. Хорошая мода. Правда, иногда я вижу девушек таких, я не понимаю, зачем они пришли в спортзал. Сейчас не будем никого обижать. Да. Но вот есть люди, которые пришли, чтобы сбросить стресс. Да. А вот тут есть особенности. Я готовлю сейчас выпуск передач, как неправильно люди занимаются в спортзале. И нельзя этого делать, чтобы прийти в спортзал в состоянии очень высокого стресса. Ты должен так… Или ты тогда должен заниматься и выполнять определенные виды упражнений. Потому что что делают некоторые, особенно молодые люди? Они начинают до одырю бежать, фигачить там железо подымать. Я иногда прихожу в фитнес и говорю, слушай, не надо этого делать, сделай это упражнение по-другому. Ну, я регулярно этим стараюсь заниматься в меру своих скоромных сил, потому что это надо просто для жизни, иначе не выживешь. И говорю, и не надо. Потому что есть такое понятие, когда на фоне стресса у молодого человека начинает погибать нервные волокна. Да. И это приводит к очень печальным последствиям. Внезапная смерть молодых. Вот такая штука. Кстати, мне тут Паша показывал статистику по внезапной смерти. Страшная вещь. Да. Часто происходит просто… Мы сейчас не хотим никого напугать. Никого не хотим напугать, но эта проблема есть. Я закончил свою мысль про стресс. В общем, я считаю, что стресс, если им грамотно управлять, он должен присутствовать в жизни. Конечно. И он делает тебя лучше. Конечно. Но этот же самый стресс может тебя нахрен уничтожить. И опять вопрос баланса. Да. Вопрос баланса. Потому что надо смотреть на наших предков, которые подняли стресс, подняли уровень кортизола, он упал. Это вопрос достижения цели определенных. Без этого постоянного разбуживания нас, подпорки вот этой, не будет движения вперед эволюции. Нам надо двигаться. И стресс ведь может действительно быть положительным. Это нормально. Да. Ничего плохого в этом нет. Управлять надо. Не помню. Может, я уже рассказывал в подкасте. По-моему, рассказывал. Все. Так много гостей, что я начинаю по кругу ходить. Истории свои рассказывать. В этом самом. Я занимался, когда в одном из залов. У меня был тренер. Он чемпион Европы или даже, да, Европы по пауэрлифтингу. Он знает, что делает. И там ходил дед, который постоянно пердел. Невозможно было, да. И он поднимал настолько... Ну, ему лет, ну, 86, наверное. Ну, очень много. И он ходит, поднимает очень тяжелые веса. Я говорю, значит, Коль, это мой тренер. Ты не остановишь? Это же человек убивает тебя. Он говорит, ты знаешь, Сереж? Я, во-первых, не лезу, да. Мы с ним поговорили уже. Просим только пукать. Не в центре зала. Да. Да. Если это возможно. Я, он говорит, считаю, что он жив только благодаря тому, что он поднимает очень тяжелые эти штуки. Он в себя... Это его была теория. Я ее купил. Да, что, не знаю, как врач, что она это скажет. Спорный вопрос, потому что, может быть, даже в том, что в ее физической активности. Вообще физическая активность... Мы сейчас не о том, что солнце, воздух и вода наши лучшие друзья, хотя на самом деле это действительно так. Физическая активность, любая, регулярная, она очень полезна и для мозга, и для... Вот не только для того, чтобы копыта стоят очень стройные и добрая душа, и фигурка точеная, и попка подтянутая, и грудь высока, и бицепс классный. Не в этом дело. Я спокойный после зала, понимаете? Правильно. Успокаивайтесь. Для меня дорога жуткий триггер. Я не знаю, почему. Я хочу, чтобы все, значит, все были, как я, на дороге. Ну, то есть я так хочу невозможного. Я с этим работаю, и у меня всякие успехи. Если я, не позанимавшись, еду, я очень бурно реагирую. Конечно. Всем высказываю. Конечно. Если я позанимался, я говорю, да и плевать. Конечно. Какие изменения? То есть у меня, видимо, падает кортизол. Падает и кортизол, и выплеск эндорфинов, энкетфалинов — это гормон удовольствия внутренний. Для этого же не надо. Это вот больших каких-то причуд с психоактивными веществами. В спортзал ходи регулярно, и получаешь ты этот момент. И вопрос регулярности физической активности. Штука в том, я как невролог скажу, вот эта физическая активность меняет наш мозг. Память лучше становится. Есть прекрасная вот последних пара лет работы, но, к сожалению, не наши, а американские, английских коллег. Если человек регулярно занимается даже в зрелом возрасте, его процессы, ну, атрофии мозга, так проще скажем, да, останавливаются. И вопрос уже не в том, сколько ему, может быть, 50, 60, 70 лет. Я вот когда марафон бежал, смотрю, дед бородатый бежит. Он бежит так же, как и я, полный марафон, 42 километра. И он похож на профессора. Это очень фига себе. Вот он похож на профессора. У меня шутка есть такая. У меня приходят мои молодые врачи, идем на обход. Я говорю, пойдемте быстрее. Оглядываюсь, а их нету. Они где-то с одышкой сзади бегут. Я говорю, я, конечно, не такой профессор. Вот есть у меня коллега солидный, седой, большой, спокойный. А я какой-то непонятный. Вернемся к тому, как-то мы там где-то сохранились. Ира, помоги, пожалуйста. Психосоматика. Просто на психосоматике. На психосоматике, значит, что вызывает расстройство, да, работы с симпатической... Да, это стресс, но не только. Да, не только стресс вызывает психосоматические расстройства. Это может быть, кстати, обычная череп-мозговая травма, не самая тяжелая. Достаточно человеку упасть. Это может быть инфекция. И вот я могу привести сейчас самые совсем топ-топ, хай-топ, что называется, тема, ковид. И мало кто знает, я вот сейчас на эту тему, не то, что я рекламирую на вашем подкасте свой YouTube-канал, но вот последняя тема нейроковида и последствия ковида для нервной системы, это исключительно актуальная проблема, об этом знают мало. Нейроковид. Да, поражение нервной системы при ковиде. Вот те, кто перенес из наших слушателей эту бяку, что называется... А, так подожди, когда люди перестают чувствовать запахи, это вот оно же и есть. Это оно и есть. Вот человек перестал чувствовать запахи. Почему? У него обонятельный нерв страдает. У него астения, он слабость, у него слабость тяжелая, он тревожный, у него панические атаки. А что еще там? Нарушение памяти, внимание, вот этот проливной пот, когда ты что-то сделал и уже устал, и ты не можешь работать. Это последствия ковида? Это все последствия ковида. Гигантское количество работ. К сожалению, опять подчеркну, что на Западе, а не в нашей стране. То есть не только легкими ограничивается? Не только легкими. Вот эта история, что все сейчас бегают, как подорванные на компьютерную томографию, сатурация, несатурация, да, оказывается, что рецепторы, к определенному, не буду сейчас терминами валить людей, которые являются мишенью для ковида и впускают ковид в себя. А вы где, скажите, может быть, для кого-то это? Ангиотензин превращающие рецепторы есть такие, которые располагаются в мозге, в жировой ткани, в сердечно-сосудистой системе и в легких. И вот ответ на то, почему при ковиде начинают страдать легкие сердечно-сосудистые системы мозг, он вышибает в этой ситуации, и вот эта потеря обоняния, вкуса, когда страдает обонятельный нерв, ковид как бы в мозг начинает вползать через обонятельный нерв, это только самые единственные из множества симптомов. Я полагаю, это очевидные. Это очевидные симптомы. Ты заметил, а есть же неочевидные. А есть неочевидные. Когда человек говорит, ну, я что-то уставать начал больше. Да. Вот мне одна дама написала, говорит, а я, теперь я понимаю, почему после ковида я на работу выйти-то не могу, я до унитаза дойти, прошу прощения, еле-еле могу. Да. В карачках. Это ковид. Последствия ковида. Понял вас. И вот это как раз ответ на то, что у этих людей та самая психосоматика развивается. И тут уже не улыбка, а потеря работоспособности, когда у человека идут панические атаки друг за другом, и он из дома выйти не может, и орет, сидя, как одна моя пациентка под кроватью забилась. Пациентка говорит, я понимаю, что я не умру, но страх смерти ужасающий. У меня было вот такое, когда у меня, то есть у меня долго доходит, из-за того, что я, может, чувства не выражаю. У меня умер отец, да? Да. И я как бы нормально это перенес. И через некоторое время, через месяц, может быть, я начал просыпаться по ночам, и я такой, о, я умру сейчас. Вот. Потому что у меня адреналина много, сердце сейчас выпрыгнет, я не понимаю, что происходит. Сердце бьется часто-часто, страх. А я ничего этого не знал. Да. И у меня было так много раз, я пришел к врачу-невропатологу высшей категории, он был у нас такой в Кирове, Пема его, фамилия, привет ему. Он мне объяснил, ты не умираешь, просто у тебя мозг с спинным мозгом поссорились, будет все хорошо. И меня эта информация успокоила, и когда в следующий раз случилось... Вы поняли, что Сергей... Когда я знаю, когда знаю, что происходит, у нас тут был сомнолог, который объяснял про, как называется-то, сонный паралич, да? Да, сонный паралич. Многие люди написали спасибо, потому что они не знали, что делать, а он нам дал советы практически, да, что делать. И многим это помогло. Потому что ты знаешь, что происходит, ты на это нормально или, конечно, чуть лучше реагируешь. Предупрежден, значит вооружен. Да. И это действительно. И вот во сне, когда мы сейчас разбираемся, люди приходят, говорят, слушайте, что со мной происходит, я там... И говорят, я плохо сплю, да? Да. На самом деле, начинаешь с ним разговаривать, а у него там внутри сна его паническая атака. Чтобы зарядить эту тему еще жестче, была одна из пациенток, которые поставили жесткий совершенно психиатрический диагноз. Шизофрения. Ой-ой-ой-ой-ой. Молодая девчонка, но мы начали с ней разбираться, я говорю, со своим ребятам, и давайте сделаем полисомнографию. Это такой метод. Роман, я думаю, это он приходил к вам, рассказал наверняка об этом. И вот там есть специфические феномены диагностические, которые говорят об определенном заболевании. Есть такое заболевание нарколепсии. Человек внезапно раз, и выключается. Так вот у нее был диагноз нарколепсия, а не шизофрения. И это к тому, почему я об этом говорю, что масса всяких нюансов, на которые люди в незнании своем идут по другой дорожке. И вот та самая история про психосоматику, о чем вы говорите, им ставят огромное количество диагнозов, вот как говорят в таких случаях, соматических. ИБС, стенокардия, у тебя болит сердце, у тебя иди к пульмонологу, иди к гастроэнтерологу, желудок, там у тебя понос, то, третье, десятое. Вы знаете, мне из Дагестана приехали ребята на консультацию. Действительно, география такая, Магадан, Брауншвейк, Мурманск, Питер, Москва, Ашхабад, Баку. Ну, вот так и все, по вертикали, по горизонтали. И вот из Дагестана... Все к вам. Да, заезжает и говорит, Ариф, Ариф, заноси ящики, заноси ящики. Я говорю, где пациент-то? Сестра, пусть там стоит, где-то в коридоре. И заносит ящики с результатами обследований. Ящики, Сергей. МРТ, РКТ, ЭКГ, УЗИ сплошные, всякая хрень. От одного пациента. От одного пациента? Вот такие стопки люди теряют... Ну, если они из Дагестана аж до Казани дошли. Теряют десятки тысяч рублей, чтобы обследовать. А на самом деле с человеком надо было проговорить. Вот как с вами человек проговорил и сказал, Сереж, происходит вот что. Ты испытал стресс, поэтому вот так. Ты испытал стресс, поэтому то-то, то-то и так-то. И вот здесь надо понимать. Потому что с психосоматикой то же самое. Надо с человеком разобраться и спокойно. В общем, она существует. Она существует. Ира, гость, который занимается мозгом. Вячеслав Дубынин. Я все жду. Да, я знаю его. У него прекрасные лекции по физиологии. И он является как раз тем самым физиологом, который достаточно доступно и понятно говорит об этих сложных вещах. Он у нас блистал. И, кстати говоря, через недели-две после выхода подкаста он везде по всей Москве висел вдруг неожиданно на рекламе. Чего там, какого-то банка. Мы такие. О! В смысле? Мы такие, значит, мы открываем вам. Мы несем вам. Все нормально и без него. Без нас у него было. Идем дальше. Реальны ли магнитные бури? Очень интересная тема. Сегодня звонил маме. Она звонит и говорит, ты где? Я говорю, я вот в Москве. Но они привыкли, что я мотаюсь по стороне. Действительно. И у меня за год там 60 мастер-классов по стороне происходит. От Волгограда, от Владивостока до Калининграда. И так далее. Она привыкла. И говорит, вот ты знаешь, у нас магнитная буря опять, солнечная активность, и нам плохо. И это, наверное, вопрос, который требует изучения. Есть проблема, когда у людей зрелого возраста или метеозависимых людей как раз отвечает та самая вегетативная нервная система. Вы сказали, симпатика, парасимпатика. Вот эта вегетативная нервная система. И она у них очень чувствительна на любое изменение. Есть даже такая история приливы-отливы. Луна-изотмение. Подождите, приливы-отливы... Приливы-отливы я не у женщин. Я говорю об океанических приливах-отливах. Были работы у наших коллег из определенных стран, которые исследовали это влияние приливов-отливов на жителей приморских городов и так далее. Изменение одного на один час нашего времени, да, вот это зимнее-летнее время, влияет. Солнечная активность или вот эта вот метеотропность, изменение давления неартериального, атмосферного, четко совершенно бьет по сосудам. Просто этим надо заниматься, и для этого нужны очень тонкие исследования, а не просто там напечатать в газете или где-то. Сегодня плохое там метеотропное... Ну а вот вы учитываете там магнитные бури? Что вы испытываете, как профессор, слыша магнитная буря? Я, во-первых, должен разобраться, потому что зачастую бывает так, что тревожный пациент, который зацепился глазом за слово «магнитная буря», на самом деле не она у него причина, а другая совершенно история. Я всегда говорю, с глаз шоры снимайте, смотрите широко на человека. И опять-таки я думаю, что если человек прочитал, что завтра магнитная буря, он такой... Он такой, все, завтра я буду болеть. Завтра я буду болеть. И отмазка такая классическая. Все, мне плохо. У меня там будет какая-то там головная боль или еще что-то такое. И это, конечно, элемент программирования, рано как и со снами. Абсолютно верно. То есть часто незнание как раз ведет к более здоровой жизни. Ну, может быть. Вот в определенном контексте незнание в данном случае может быть... Ой, оказывается, магнитная буря была, а я чувствовал себя классно. Да. Ну и нормально. Идем дальше. Тут очень много всего, но я выбираю вот что-то новенькое для себя. Невралгия. Это та самая боль? Ужасающая, страшная невралгия. Только нерва, правильно? Вот именно, абсолютно. Вы скоро в неврологии вас можно будет записывать. Я открыл документ, я знаю все. Я его закрыл, я не знаю ни черта. Я такой умный сижу, здесь сам поражаюсь. Так вот, невралгия. Отвечая на него. Вот при поражении конкретно нервного ствола происходит ужасная, жуткая, адская боль возникает. Я думаю, что все могут вспомнить, каким в зубе, если нерв. Прямо с кончика языка сорвали. Это же адски больно. И вот когда у человека при пульпите, когда болеет уже не кариес, ноет-ноет на холодное, на горячее, а уже так пронзает боль, когда он закрывает лицо руками и ему страшно больно. И вот в этот момент, вот это типичный вариант невралгии. Ну, так бы, как обращик такой паттерн. Ну, или вот радикулит. Когда в ногу стреляет. Да. Собственно, это продолжение темы остеохондроза, да? Да. В кавычках остеохондроза. Когда в ногу стреляет так, как пронзает, как будто шилом, как будто ножом разрывает всю ногу. Отсюда называют ланцинирующая боль. Ланцет. Разрывающий всю спарывающую ногу. Вот это тоже типичный вариант. Или герпес. Герпес? Да. Вот простой герпес, о котором мы знаем, что это простуда на губах. И девушка говорит, милый, сегодня мы с тобой не будем немножко так в наддолении. У меня простуда высыпало на губах. А вот если в кавычках эта простуда высыпает, в кавычках же, на нерве, вот тут человек испытывает адские боли. А где она может высыпать? Межреберная невралгия. Вот тут вопрос как раз о межреберной невралгии. Как еще с этим делать? Вот это требует совершенно специфического лечения. У человека конкретно запрос на медикаментозное лечение. Да. И вот здесь я хочу сказать, что видов боли, их несколько. Вот боль, которая вас возьмет, Ирина, что-то не то сказали, кинет вас тяжелым предметом. Как обычно. Ну вот так. Вы так почешите. Это один вид боли. А вот если в зубе, это боль так называемая нейропатичка, или как межреберная невралгия. Долгая, ноющая, да? Нет, она не... Вот она, вот говорили, да, стреляет. А, она изнутри идет, да? Стреляющая боль. И здесь не работают, совершенно не работают обычные обезболивающие препараты, которые мы покупаем в аптеках. Ну, тут вот ушибся, тут немножко болит голова, тут у меня живот чуть-чуть побаливает. Это не та боль. Она требует определенного класса препаратов. Многие слушатели удивятся, я не называю конкретные, это противосудорожные препараты. Не называй конкретный препарат, группа антиконвульсантов, противосудорожных препаратов, которые помогают при этом виде боли. Именно при нем. Да. Это определенный... Но подбирать надо с врачом. Вот вся штука. Сам нельзя. Это пагубная история. Ага, хорошо. Я понял вас. А вообще, как работают обезболивающие? Это туда же, да? К вашей? Да, это все наша тема. Мне всегда было интересно, как эта хрень работает. Вот я беру таблеточку, у меня что-то болит. Это самое частое. Тебе надо обезболивающие. Как это работает? Вот здесь. Что за магия? История в том, что боли ведь разные, да? От воспаления чего-то, да? Воспалился сустав, например, или ударился человек. У меня однажды... Я взял однажды, значит, такой классный чья такой. Я же... Я беру на себя это. Я взял чемодан из машины. Дернул его. Прищемил нерв. Нерв опух, я так понимаю, да? И ничего с этим было не сделать. Мне врач сказал, живи с этим, пока он не придет в норму. Я ничего делать не мог. Да. Я был на обезболивающих. На обезболивающих. Но вся штука в том, что в данном случае, скорее всего, был отек корешка. Это та самая радикулопатия, возможно, компрессия нерва. А мог быть вообще функциональный блок, и тогда можно было приложить вот руки. Знаете, почему я не ношу... Я своим администраторам в клинике говорю, почему я не ношу золотых украшений на руках? Почему уже? Потому что золота на золоте не видно. Руки золотые. И поэтому золото... Вот почему мои украшения всегда так ярко горят. Так вот, ну это шутка была. Так вот, есть приемы из мануальной терапии, когда можно аккуратно поработать со спиной, с мышцами, и человеку намного станет легче. И без обезболивающих препаратов. Так вот. Как работает обезболивающий? Обезболивающие препараты влияют... Обезбол. Они позволяют, во-первых, снять воспаление. Они действуют на рецепторы. Это на специальные биологически активные вещества, которые продуцируют эту самую боль, это воспаление. Они его как бы подавляют. Это один вариант развития событий. Так называемые противовоспалительные средства. Есть опиоиды, которые, кстати, в Штатах применяются по каждому чиху. Из-за этого мои американские коллеги, вот мы с ними встречаемся на конгрессах всемирных, они говорят, у нас опиоидная эпидемия. Потому что каждый врач... Вот ударился человек, ему бах, пластырь Даниловы, оба, на руку. Заболела спина, зуб заболел, наркотик. И так очень многие... Опиоиды это то, что ты под кайфом ходишь. Да, и вот человек 10 дней попил эти препараты, и все подсаживается. Они об этом много пишут. Это Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс пишут об этом, не медицинские абсолютные издания. Но вот какая фишка. Нас слушают многие, и многие скажут, а я вообще без обезболивающих справляюсь с болью. Потому что есть огромное количество методов немедикаментозных. И если мы заглянем в рекомендации по лечению боли, то там будут упражнения физические. Там будут занятия в группах, визитация, mindfulness, физиотерапия. Тут опять про какую боль мы говорим. Если очень сильная боль, ее надо снимать, безусловно. Человек не должен жить с болью. И те истории страшные, когда в Москве, кстати, отсюда, когда люди, известные, контр-адмирал, генерал армии, выбрасывались из окон. Ну, онкология у них была. И они, не желая терпеть эту боль, и видя, как страдают их родственники, просто заканчивали свой мирской путь. И вот эти случаи заставили власть придержащих немножко изменить отношение к обезболиванию. Ведь человек, например, с тяжелой болью онкологической, найти препараты и получить их спокойно, даже по рецепту, это большая проблема. Это колоссальная, тяжелейшая проблема. Ух, идем дальше. Рассеянный склероз. Я, честно говоря, не... Я миллиард раз слышал к своим 38-ми. Я не понимал, что это, пока не прочитал. Итак, я сейчас прочитаю, вы скажете, так это или нет. Это хроническое аутоиммунное заболевание. Надеюсь, я правильно разнес. При котором поражается миелиновая оболочка. Я знаю, что это такое. Это оболочка, которая вокруг нерва. Да. Да? Правильно? Показываю. Вот моя рука. Да. Рубашка. Сейчас, видите, рубашка. Да. Я расстегаю ее. Так. Смотрим. Так. И вот она уходит. Так. Это оболочка. Оболочка уходит. Вот это домилинизация. Угу. Дальше не буду. Да. Вот это домилинизация. Наша задача... Спасибо. ...вернуться обратно. Да. Зачем нужно миелиного... Она защищает наш нерв. Да. Это защитная оболочка. И... Она, по-моему, еще ускоряет проводимость. И совершенно верно. Именно благодаря ей бежит тот нервный импульс к тому моменту, когда вы сжимаете руку в кулак. Да. Я же недоучка. Я учился на педагога-психолога дошкольного образования. Я хорошо запомнил, что у детей как раз плотно развито. Да, конечно. У них организация-то когда в подростковом возрасте заканчивается. Поэтому у них такая координация. Моторика. Моторика дурацкая, да. Потому что у них физиологически проводимость плохая. Да. В том числе. Абсолютно верно вы говорите. И название было давно верно. Конечно, рассеянный склероз, слава богу, распространен не так часто, это когда-то та же мигрень, боль и другие заболевания, или инсульт. К чему ведет рассеянный склероз? А вот там появляются в мозге такие очаги вот этой демилинизации, которые поражают разные структуры, и человек быстро инвалидизируется. Он перестает ходить, перестает нормально соображать. Именно потому что сигнал от мозга до нерва не идет? Нет, там в мозге прямо, в структуре мозга. И самое страшное, что поражаются этим заболеваниям молодые и очень красивые люди. Я не зря сказал так. Так, если у вас от нашего подкаста мигрень, ребята, если у вас заболела голова, что мы вас пугаем, да, вы знаете, куда идти. Нас назвали сайт. Да, извините. Да, и вот здесь я хочу сказать, что это молодые люди, 20-30 лет, выглядящие и выглядящие вроде бы внешне красиво, все здорово, но, слава богу, сейчас есть препараты, которые могут помочь, реально могут помочь этим людям. Когда я был студентом медуниверситета, мединститута, нам лекции читали и говорили, что рассеянный склероз не лечится. Слушайте, а как действуют эти препараты? Они восстанавливают? Они заставляют остановиться этот аутоиммунный процесс. Но его не восстановить? Восстановление происходит. Нет, восстановление происходит. Дело в том, что мы много занимались, и в республике, кстати, проводили и проводим исследования, клинические исследования новейших препаратов по рассеянному склерозу. Кстати, был такой опыт. Москва, Питер и Казань. Только в трех городах страны был опробирован препарат, который сейчас вышел уже в практику. Я читаю в зарубежных журналах об исследовании. Я говорю, ага, это исследование было у нас тоже в Казани. Эти пациенты в Казани тоже были у нас. Останавливается процесс и происходит восстановление. Нервная ткань, она очень лобильная, она модифицируется хорошо. Вопрос. А в юном возрасте тоже может быть рассеянный склероз? Есть детский рассеянный склероз. Потому что мне казалось, что это ассоциируется уже с преклонным возрастом. Вот тут ошибка. Рассеянный склероз и атеросклероз. Атеросклероз. Это абсолютно разные два понятия. Атеросклероз – это изменение внутри сосудистой, внутри сосуда, когда бляшка там садится у пожилого человека. И вот он говорит, ой, у него склероз. И даже в фильмах показывают, ой, он все забывает, у него склероз. Атеросклероз – это проблема сосудов у пожилого человека. А рассеянный склероз, склерозис диссимината, как его называют, это удел молодых и юных. Только молодых и юных. И когда мы видим вдруг где-то о публикации, что в 50 лет найден рассеянный склероз у кого-то, это казуистика, это редчайшая история. Как понять? Ну, видимо, раз у тебя качественная жизнь, то, видимо, у тебя его нет, да? Да, но там есть симптомы, которые... Я бы не хотел сейчас пугать наших слушателей и зрителей, но есть симптомы, которые не носят вот этот специфический характер. Вот этот признак – это признак рассеянного склероза. Все. Там очень много всякого разного. От головной боли, головокружения, шаткости, нарушения координации, слабости в руке, в ноге. Но если они здорово беспокоят... И еще раз повторимся, да, у нас такой медицинский подкаст к врачу. А как это диагностируют? МРТ и клиника. А МРТ, да? На МРТ видно, что... На МРТ видно. Но я всегда говорю и своим ученикам, и врачам в нашей стране, не снимайте вместе со шляпой голову перед всеми методами исследования. И медицина – это не дважды два, четыре. Бывает и пять, и три целых двести шестьдесят семь тысячных, когда два на два умножил. Потому что это медицина. И мы с вами, живой организм, у него может быть все, что угодно. И течение заболевания может быть абсолютно разным у каждого из нас. Да. Да, сложно давать универсальные советы. Да, это у всех своя генетика, свои реакции. А можно к нам по телефону или онлайн-консультацию? Я говорю, нет, вы прилетаете, мы смотрим вас, а потом мы как-то будем эту проблему решать. У меня есть такие пациенты из Магадана, из Норильска, из Москвы. Из Москвы-то прилетает, говорит, у вас обследование, по крайней мере, дешевое, по сравнению с нами, консультация такая же, а обследование подешевле. И потом мы с ними контактируем. Но надо трогать человека, смотреть его. Мы все такие разные, черт возьми. Давайте трогать друг друга. Да. От серьезных тем пугающих, да, давайте как… Помягче что-нибудь, да. Снизим градус. Почему невролог именно молоточком бьет, именно по колену? Вернее, вопрос-то про колено, конечно, зачем-то я про молоточек. Именно, но почему не маленьким мечом? В смысле, почему именно по колену? По колену. Ну, во-первых, там есть коленный рефлекс. Но это такой классический фетиш, знаете, такой, знаете, я бы сказал, фаллический символ невролога, блестящий, такой он держит молоточек в руках и рассеянно сам себя даже бьет. Чего там пациента? Он сам себя порой бьет. Ну, это подседаешь, я понимаю. Да, есть рефлексы, сухожильные рефлексы. Это одна из форм выявления неврологической патологии. Есть они, нет их. И пресловутый удар по колену, который там показывают, ассоциируют этот жест с работой невролога, на самом деле это, ну, однотысячное, наверное, всего, что мы делаем. В таких случаях я говорю, я вообще без молоточка. Я иногда делаю так. Малышей я вообще пальчиком. Могу постучать. А могу вот так вот щепать. На кой черт нужен этот рефлекс? Он оценивает... Это рудимент? Нет, это не рудимент. Я имею в виду, не для чего он врачу это, я понимаю. Нет, врачу он нужен, неврологу нужен, потому что это, кстати, выпадение коленного рефлекса связано, может быть, и с теми рассеянным склерозом, и с инсультом, и с поражением нерва. И про инсульт, может быть, стоит потом два-три слова сказать, потому что вот уж из бичей, особенно в нашей стране. Да. Ну давайте уж прямо сейчас и скажем, раз начали. Ну, я могу сказать, что, надеюсь, что нас слушают здоровые люди, но я всегда говорю об этом, что с инсультом каждый из нас абсолютно сто процентов встретится. не через себя. Давайте поговорим про инсульт, но у нас есть конкретный вопрос. Можно ли человеку вернуться в прежнее состояние после инсульта? Вздох. И да, и нет. Есть процент людей, которые четко сразу, могу сказать, 20% возвращается после инсульта к обычной работе. Остальная часть людей – это огромная работа и пациента, и врачей, и родственников с этим человеком. Что там, физиотерапия? Там все. Там физиотерапия, психологическая поддержка. Канадцы сделали в прошлом году рекомендации, говорят, ребят, не только пациент, не только врач. Родственники пациента должны быть включены в программу реабилитации после инсульта. Да, потому что если все повесили нос, потеряли ерунду. А это история такая, знаете, вот он, инсульт у человека, и говорит, пап, ну ладно, вот ты сиди, у тебя котлетка, вот тебе пульт от телевизора, вечером пришла, ну как ты съел котлетку, телек посмотрел, ну ладно, спаясь. И так по кругу каждый день, все. Я помню, в Лондоне я прихожу в Ковингарден и смотрю, елки-маталки, я бегу, опаздываю на спектакль, мне говорят, стоп-токинг-ток, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Я говорю, что такое? Это не ваш лифт, мне говорят. И вижу, как мимо меня люди с ограниченными возможностями, никто нам не называет инвалидами, на этих колясках заезжают в этот лифт, заезжают по пандусу в зрительный зал и смотрят спектакль. После инсульта, после онкологии, с ДЦП сидят и смотрят. У нас инвалидов нет. Мне один коллега британский сказал, «Ребят, вы так классно работаете, ни одного больного после инсульта у вас на улицах нету, нет инвалидов на улицах. Офигеть!» Я говорю, да, они дома сидят, а ваши на улице, в театрах, в кафе, в барах. Но у нас, кстати, они дома сидят часто потому, что просто среда не приспособлена. Нет среды возможности поднять человека. Но если мы говорим про колясочников, да? Он не может подняться в трамвае, войти в автобус, он ничего, он через наши московские бордюры, не будем обсуждать московские сейчас, эта тема такая, он не может через них перебраться, а там этого нет, безбарьерная среда. Так вот про инсульт. Почему я говорю, что каждый из нас встретится с ним? Не надо быть врачом и не надо быть пациентом. Но есть родственники, есть знакомые, есть друзья. И так уж получится в нашей жизни, что в мир иной мы уходим во многом благодаря трём причинам. Это инфаркт миокарда, меньше онкологии, а на первом месте, первое-второе место в нашей стране, это совсем свежие данные, это инсульт. И мы находимся, извините меня... Инсульт это что такое? Инсульт это когда у человека происходит кровоизлияние в мозг, разрывается сосуд, или происходит закупорка сосуда в том же мозге, я проще говорю, закупорка сосуда в мозге, и кровь не поступает к участкам мозга. А не менее в половине тела, рука-нога не работает, речь нарушается, потеря сознания, и дальше. Либо человека быстро в течение первых часов привозят в стационар. У меня, наверное, психосоматика, но я хочу снять ботинок. У меня так затекла нога, он очень узкий. Конечно, да, это... Огос! Это... Ну, другое дело. Да, конечно, это блаженство. Ребята, нахрен моду. Вот просто пошла она. Нужна удобная область. А, нельзя, да? Нельзя? Я начал ругаться. Я обещал Павлу Островскому, что буду меньше ругаться. Павел Островский, это священник у нас был. Да, был. Потрясающий человек, да. Потрясающий. Ой, как мне хорошо сейчас. Надо было сразу это сделать. Поговорим? Да, поговорим. Продолжим эту тему. Терзова меньше в организме сразу. И, к сожалению, Россия находится... Ну, вот недавние данные. На 38-м месте из 40 развитых стран мира по смертности. Впереди Швейцария. Из-за инсультов. Из-за инсультов. Что вызывает инсульт? Инсульт вызывает высокое давление. Гипертоническая болезнь. Та самая. Ее вызывает... Кстати, вот про инсульт. Пять факторов дают 80% инсульта. Давайте. Артериальное давление, высокое давление, лишний вес, диабет, курение, плохая диета, жирным и прочими делами и низкая физическая активность. Да. Вот эти факторы... Даже диабет на шестом. Вот эти факторы дают 80% инсульта. Теперь у меня вопрос к вам, Сергей. Да. Мы с ними можем же что-то сделать? Это же модифицируемые факторы. Давление, вес... Давление можно таблеточками снизить. Да. Вес поработать. Да. Спортзал походить. Да. За весом последить. Есть не что попало не в Макдональдсе, а нормальную здоровую еду. За этим можно последить тоже, да? Про курение тоже. Брось сигарету, брось сигарету. Все это мы можем сделать сами. Ни черта не делают. И в нашей стране. Конечно. Афроамериканцы поэтому... Ну слушайте, ну скурение вообще странная вещь. Люди знают, что это вредно. Знают, конечно. Знают, что это умирают. Но им плевать. Плевать. Я активный и агрессивный. Я не понимаю этого. Я тоже не понимаю. У меня всегда была проблема с дыхалкой. Я спринтер. Да. С юных лет бегал короткий. Я потом как-то в взрослом состоянии перешел на длинные дистанции. Вот марафон, там горы и прочее. Я думаю, как они берут сигарету в рот. Как шотландцы говорили, вместе с дымом табака ты пускаешь врага в свой мозг. Это зависимость. Это зависимость. Это зависимость. Она так называется. Я думаю, для того, чтобы человек бросил что-то, он должен хорошенечко испугаться. И испугаться. Потому что когда ты куришь, но вроде ничего такое активное. Это далеко. Далеко. Как только цепануло, это сразу близко. И ты уже на это по-другому смотришь. Ты уже понимаешь, что ой-ой-ой, вот оно здесь. Конечно. А не работает. Вы знаете, потом плохо будет. А может и не будет. А потом, да. И потом тем более. Конечно. Поэтому, да. Это проблема. Но это, она и так называется, никотиновой зависимостью. Есть методы лечения этой зависимости. Но вы знаете, что... И все хоть не хотят из болезни. Я что думаю, что уровень информационной образованности растет. Да? Да. По этому делу, что информация стала больше, стала и дурацкой информации больше, и, в общем, полезной информации стала больше. К чему я? Потому что, мне кажется, поколение, которое сейчас, инсультов будет меньше. Люди все-таки задают себе вопросы. А вот этот вот образ жизни, он окей вообще или нет? Или, может быть, понимаете, да? Да. Информации стало больше. Друзья тебе говорят, чувак, это вредно. Да? Поэтому, я думаю, инсультов станет меньше. Ну и посмотрите, какой простой пример. Мы повторяем вообще путь западных стран. Лет 15 тому назад они прошли этот путь уже. Мы вообще много чего на грабли наступаем. И в очередной бах по лбу, бах по лбу эти грабли. Мы же уже наступали на них. Продолжаем. Вот лет 15 назад страны загнивающего капитализма понастроили огромные центры, высокотехнологичные медицинские центры. Бетон, стекло, нейрохирургия, кардиология. Одна, вторая, третья позиции закрывают. Миллиарды евро и долларов вложили. Кстати, самая дорогая медицина мира в Соединенных Штатах не самая эффективная. Не самая эффективная. Эффективно намного эффективнее в Японии, Швейцарии и у скандинавтов. Мне кажется, их клиенты уже просто в худшем состоянии. Да нет, там просто вот действительно, это самое дорогое. Они купаются в деньгах, мои коллеги там, и не в зарплате. Ну, кстати, да, врачом быть там и пресижно, и выгодно. И выгодно, конечно. И выгодно. Но вот какая штука. Они смотрят, ни черта смертность не падает. Вот кривая не идет вниз. Люди задумались. Столько денег вложили. Почему? И тут умные головы поняли, куда надо вкладываться. Профилактика. И как только страны Европы начали активно проговорить про вред курения, хабах, законы, запрещающие курить в барах. В Лондоне том же, да, люди выходят покурить на улицу. Святое дело после пивной... Слушайте, раз уж мы об этом заговорили, я понимаю, да, я понял вашу мысль. Информирование действительно ведет к улучшению качества жизни, да. Хочешь, не хочешь, задумаешься. А вот смотрите, сейчас люди вообще перестали курить табак, да. Это ушло, это стало каким-то атовизмом. Я когда вижу человека с сигаретой, я говорю, ого, старовер. Буквально за несколько лет, да. Сейчас все ушли на вейп электронный. Электронный, да, эти флешки все курят, да. И либо курят вот эти вот системы, где нагревается табак. Да. Это реально, это так же вредно? Это так же вредно. Да. Это так же вредно, потому что здесь уходит элемент канцерогенного влияния, потому что когда человек, старобрядец, в кавычках, да, курит сигарету канцерогенных, вот эти смолы и так далее. У него, мягко говоря, кружится голова. И все. Да. А вейпе и вот этих нагревательных системах, которые активно пропагандируют их производители, а им деваться-то некуда, да, там вот этих смол меньше, о чем они говорят, но никотин продолжает действовать пагубно на сосуды и на мозг человека. Просто об этом стыдливо забывают говорить. Мне почему-то кажется, что даже человек начинает больше курить. Именно потому что... А он думает, а что, все по кайфу, все нормально, я же себе не врежу, все нормально. Да. И поэтому... Ну и ощущение другое, да? То есть не... Да. От него вроде не так... Меньше смол, да. Меньше смол, не пахнет так, он весь такой крутой чувак, высокотехнологичный, такой весь вот... Я не знаю, почему, когда человек курит, мужчина, когда мужчина курит электронную эту сигарету, и не флешку я имею в виду, а вот которая вот вставляется... Это так смешно, это так как-то очень пикантно. Это пикантно. Не знаю, это антимаскулинно. Это антимаскулинно. А, насчет, мы говорили насчет инсульта, и значит, что это кровоизлияние в воздухе, человек спрашивает, реален ли диагноз повышенное внутричерепное давление? Что с ним делать? Очень популярный диагноз в среде поликлинических неврологов и терапевтов. Вот это реально диагноз? Но процент реально существующего повышения внутричерепного давления крайне низок и мал этот процент. И это невозможно поставить вот в нашей беседе или стуча молотком по коленке. Здесь нужны специальные исследования, которые не проводятся. Этот синдром повышенного внутричерепного давления связан с опухолей в мозге, с гидроцефалией, когда там водянка, так называемая, мозга появляется. Но процент их все-таки, слава богу, в меньшем объеме. Почему так часто ставят? А потому что не заморачиваются и легче так поставить в силу традиций, которых есть. Знаете, так, опа, у вас болит голова, внутричерепное повышено. Все, идите. Вот он. Давление там это попытаться понизить и все. И не заморачиваются в понимании сути происходящего. И пациент говорит, ну, о чем мне внутричерепное повышено? Я все, на снимках мне так поставили. У меня такое ощущение, что половина физиологов, рентгенологов, это люди, которые в одном классе учились. В общем, я на самом деле понимаю, что, как бы это странно ни звучало, если вас не устраивает диагноз, либо лечение, попробуйте еще одного врача. Еще одного врача. И это абсолютно правильно. Хороший врач, это, во-первых, это не редкость. Но это штучный товар. Это штучный товар, да. Потому что один что-то может не заметить. Не потому, что он может быть ниже квалификации. Либо что-то вы не сказали. Ну, понимаете, да? Мне кажется, личность врача вообще, который, это серьезная вещь. Это очень серьезная вещь. Я говорю, мы ведь с вами где-то шутим, но мы говорим все-таки о серьезных вещах, а самые серьезные вещи – это здоровье. Вот есть два невысполнимых ресурса в нашей жизни. Это наше время и наше здоровье. Вот, извините, я сейчас банальщину скажу, что потерял здоровье еще, и ничто так не важно, как здоровье. Ничего. Ни секс, ни мужчины любимые, ни еда, ни бокал вина, ни черта не захочется, если у тебя нет здоровья. Все. Да. Хана. И это важно. Раз это так важно, то будь добр. Во-первых, сам к себе, отнесись по-человечески, внимательно. А во-вторых, посоветуйся с одним, вторым и третьим. Это нормально. Я тоже считаю, что если у тебя что-то серьезное, да даже и не серьезное, но тебе это мешает жить, если ты сходил к одному врачу, это, значит, единичный случай. Если два, значит, у тебя уже есть какая-то тенденция. А три, у тебя уже есть система. Ты уже понимаешь… С разных сторон. Да, да, да. Что у тебя на самом деле. Потому что… Да, это очень важно. И врач тоже человек. Да, конечно, он тоже может ошибиться. Какого бы замечательного не было, он может ошибиться. Конечно, ошибиться. А второй вот… Несколько мнений есть. Был неустал в тот день. Да. И я всегда говорю, вот человек приходит и говорит, вы знаете, а я хочу… Сейчас… Нормально. В поликлинике потирают руки. Такие, да, конечно, делайте больше анализов. Конечно, идите к нам. Ну, а про анализы как раз я хочу сказать… Нет, Сергей, здесь я хочу сказать, что не с анализов надо начинать, когда человек приходит ко мне и как хоругвию несет впереди себя рентгенский снимок и говорит, доктор, я же говорю, я же тебя должен лечить, не анализы твои, не твою эту грыжу, диск там или что у тебя там в спине. Я тебя должен лечить. Вот тебя, страдающего от несчастной любви, у которого этих приступов боли множество уже было, и ты уже никому не веришь. А можно вам вопрос? Да. А неврологи и психологи, и психотерапевты, они же… Это близки. Я вообще едва не стал… Это как первая любовь. Я едва не стал психиатром. Да. Мне так нравилась эта дисциплина, таинство науки о душе, о психике. Это очень близко. Очень близко. Потому что у нас… Вот я чем больше вас слушаю, тем больше понимаю, что у нас был здесь Михаил Титюшкин, да? Михаил его зовут? Да, Михаил Титюшкин. Да, потрясающий специалист. Ох, как все тонко. Все тонко, и когда мы говорим о той же психотерапии, это действительно очень серьезная история, и не случайно, я тут не рекламирую свою клинику, во многих блоках, ну, я разработал специальные алгоритмы, работы с разной категорией пациентов, психотерапевт обязателен, потому что без него невозможно. Это командная работа. И вот у меня недавно был сложный консилиум, приехали из страны, я привлек психиатра, психотерапевта и сам. Не потому что на слабо, типа я там не знаю чего-то, да? Я вообще считаю, что консультироваться со своим коллегой, посоветоваться, это нормально. Великий такой был хирург Белерот, он сказал, только слабые духом трусы и недалекие умом дураки не признают своих ошибок. Советуйтесь. Я тоже считаю, что это качество сильной личности, который понимает, что всегда можно чему-то научиться. Всегда нужно просить помощи, и это, опять-таки, качество сильного человека. Я был у... Меня поразило поведение моего педиатра, да? Как же его? Ладно, неважно, да? Я к нему прихожу и задаю глупые вопросы. И он вместо того, чтобы сказать так, да, сложно, да? Это реально глупые вопросы. А он везде в каждом моем вопросе ищет интерес. И он такой, так, секунду, и идет на какие-то сайты американские, какой-нибудь сайт всемирного здравоохранения. И он такой, а, ага. То есть, меня это очень удивило. Это классное отношение к работе, не обязательно врача, да? Если ты чего-то не знаешь, иди вот узнай. Конечно. Или какой-то вопрос может тебя заставить по-другому посмотреть на то, что ты, в принципе-то, хорошо уже и так знал. Конечно. Абсолютно согласен. И, кстати, я всегда вот своим молодым ребятам говорю, ребят, не стесняйся, у вас вот в вашем сотовом должно быть куча калькуляторов, схем и так далее, и так далее. Вы должны подрубиться к современным ресурсам медицинским и владеть этой информацией. Ну, языком надо владеть для этого. Потому что это не стыдно заглянуть. Ты ничего не можешь, все знать. Мозгу свойственно забывать и ошибаться. Поэтому загляни, посоветуйся. Или со своим коллегой посоветуйся. Это вообще любознательность прекрасная. Да, конечно. Человек спрашивает, почему падаешь в обморок, если все анализы в порядке? А это как раз опять, сейчас бинго, тихосоматика или та самая пресловутая вегетативная дисфункция или ВСД. Огромное число ваших подписчиков страдает, и не только ваших, всех людей страдает от этого трехбуквенного диагноза. Беда в том, что в нашей стране, ну, вот фактически мы сейчас сохраняем эту школу советскую, российскую у себя в Казани, на нашей кафедре, пристального изучения вот этих так вегетативных основ, основ вегетативной деятельности человека, вегетативной нервной системы. И обмороки, это классика жанра, когда девочка стоит, стоит, стоит в духоте, она поплыла и осела. Обморок у нее. Анализы будут прекрасные. В мозге все будет хорошо. А вот этот диссонанс, когда надо собрать себя в кучку, у нее не получается. Ведь обморок-то почему происходит? Сосуды расширились, сердце бьется пореже, давление раз, и рухнуло вниз. У нас с вами сейчас, ну, у нас с вами где-то, у них вот сидят они, 120, вот у него. Это вы про Даню и про Иру. Да, сидят 120 на 80, ну, чуть у нее побольше, еще больше. А у нас 130. А если мы ложимся спать, 110 на 80 давление. А вот когда человек вдруг резко встает, и быстро ему надо что-то сделать, у него чуть-чуть поднимается давление, вот у тех, у кого обморок, он подскакивает, а вместо того, чтобы сосудом сузиться, они опа, и расширились. Давление падает, ноги ватные, в голове вата, осел. Вот вам классический вот этот вегетативный обморок. А это он приходит, и тут я вздыхаю, я другую книжку сейчас закончил по как раз автономной вегетативной дезрегуляции, потому что я вот сколько этих конференций, мастер-классов не провожу, и в СНГ тоже очень много приходится летать в наши братские республики. Я вижу, что не накормишь всех вот этими словами в течение двух-трех часов. Книжка нужна. Это долгий очень процесс. Это надо выстраивать терапию и препаратами, и... Ну вот, если так вот, вот столько лекарств, процентов 30, а вот столько другой работы, процентов 70, это работа с пациентом немедикаментозной. Это такая, знаете, филигранная история. Я сейчас не набиваю цену, но... Вот чтобы вы представили, с некоторыми из них я работаю до года. О-о-о. О как. Это не номером 10. Я понял вас. Но это можно поправить. Это можно поправить. И вот то, когда в поликлинике им говорят, ты от этого не умрешь, будешь мучиться, шел ты отсюда, это не лечится, терпи. Это неправильно. Помогать можно этим пациентам. Хорошо. А легкая форма? Вот часто у высоких людей такое. Встал резко, и как звездочки. Вау! Ты такой... Да, это и есть такой вариант. Значит, надо коррегировать через физические упражнения даже простой контрастный душ. Вот этот вариант, ее правильно просто надо проводить. Когда теплая, прохладная, горячая, холодная вода, мы окатываем себя. Для чего это? И сосуды то сузились, то расширились. Сузились, расширились. Мы их тренируем, да? Мы их тренируем. Это так же, как наши мышцы. Да. Напряглись, расслабились, напряглись, расслабились. И в мозге тоже они расширяются и сужаются. Вот такая-то штука, которая здорово, четко помогает. Да, есть вопросы, которые очень неконкретные. Я их озвучу для хохмы, да? Но не зная всего и не видя человека, сложно ответить. Пропадают чувствительности в конечностях. Где искать проблему? Ну, я, допустим... И почему, кстати говоря, когда долго сидишь на унитазе, встаешь? А потому что я могу... Встаешь? Объясню. И ты такой, я родился только что. Я новорожденный олененок. Да. И ножки-то тяжелые и не двигаются. Да, дело в том, что все здесь очень просто. Первое. Когда теряется чувствительность в конечностях, в кистях и стопах, это может быть как вариант полинерпатии. Когда концевые веточки нерва у человека с диабетом или с другой какой-то патологией начинают страдать. И он теряет эту чувствительность в стопах, в кистях. Или же тот вариант, когда, например, отлежал. Это необратимый процесс? Нет, это лечится, конечно. Обратимый. Мы с этим можем заниматься. И занимаемся многое упорно, и помогаем этим пациентам. А вот история, когда человек отлежал руку. Отсидел ногу. Или отсидел ногу. Да. И на том самом белом фаянсовом фарфором, ну, у кого что... Это частая проблема, да? Когда человек... У тебя не было такого? Он не засиживается там, о чем вы сказали. Ты просто деловой человек. У тебя все быстро происходит. Не надо сидеть, читать книги или перелистывать страницы в интернете. А так, я еще скроюсь от сына. Что вы мне это предлагаете? И вот тут история такая, когда человек поднимается, у него пережатые нервы. Да. Пережимаются нервы. А мне всегда было интересно. И сосуды. Ну, а вот часто просыпаешься, ну, я думаю, у всех было. Даже у Дани. Да? Я не знаю, правда. Руку отлежал. Да. Ну, это нормально. История. Ты ее не чувствуешь, потом закололо, все пришло в норму. А можно лишиться так руки и ноги? Можно. Ну, не то, что лишиться. Проблема может. Я называю это диагноз одного вопроса. Ко мне приходит пациент и говорит. Слушайте, у меня вот... Я утром встал, у меня висит рука. Да. Я спрашиваю, значит, а накануне вы выпивали? Крепко? Ну, было такое. Вот эта свисающая кисть, это проблема одного из нервов, который можно очень легко прижать косточки. Да. Есть место уязвимое, когда нажимаешь, и может быть больно, потому что там нерв поджимается. И очень короткая хохма такая была. Сижу на работе, звонок от коллеги. Слушай, взгляни, пожалуйста, ребята. Что-то у нее проблема. Очень близкие знакомые просили помочь. Кажется, инсульт. У нее рука висит. Двадцать пять лет. Я говорю, как двадцать пять лет? Ну, пусть приходит. Заходит пара, муж и жена, молодожены. Молодоженов видно по глазам, по ярким кольцам золотым. Ну, они же яркие очень. Шалый такой немножко взгляд. Но вижу, девочка вокруг нее квочет, так, знаете, как курочка. А парень хмурый-хмурый. Я говорю, что случилось? Он вытягивает руки. И одна рука свисает, висит кисть. Я отвечу так. После тяжелой, физической, психологической, ночной нагрузки. Когда голова партнера или партнерша, сейчас не поймешь в жизни, покоится, лежит на руке и компримирует нерв. Ну, после такого конкретного бурного секса, когда оба устали и глубоко уснули, вырубились, и голова лежит на руке, вот она и прижимает этот нерв. И возникает вот такая вот история. Нет, если это недолго проходило, то обратимо. И можно помочь в этой ситуации, конечно. А мне, подождите, еще интересно, не только чувствительность конечностей, а вообще в целом же есть еще нарушение. Движение? Нет, ну вообще, когда тело плохо воспринимает, ну, к боли, по-моему, там низкая чувствительность, такое же есть? Есть, это снижение чувствительности. Это плохо? Снижение порога чувствительности. С этим же жить очень удобно, классно. Нет, вот здесь я отвечу. Очень хороший вопрос. У меня вы так не говорили. Очень редко встречающиеся категории людей, у которых не работает определенный ген. Ген, который как раз продуцирует соответствующие вещества и трансмиттеры, вызывающие боль. Ведь боль, на самом-то деле, если говорить по большому, по агамбургскому счету, это физиологическое, защитное... Защитный организм. По механизму. По механизму. Ну, вот вы воду проверяете, горячая, не горячая вода. Опа, горячая, отдернули руку. Трогаете утюг, отдернули, да. Ударились, значит, не надо этого делать. Холодно, горячо, это нормально. Это защитная история. Так вот, тот вопрос, который вы мне задали, что, а может быть, это благо, когда человек... Боли, я скажу нет. Вот эта небольшая группа людей, которые живут сейчас на нашей планете с дефектом этого определенного гена, дети эти, если вовремя этот дефект не заметили, не имеют рта и глаз. Сергей, почему, как вы думаете? Рта? Губ нет у них. Обжигаются, да. Нет. Нет. Когда мы с вами чешем глаз, мы чувствуем давление. Малыш выдавливает себе глаз. Когда вы покусываете себе губы в напряжении, вы не будете откусывать губы, потому что... У нас есть там сто... Стоп. 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 Вам больно. Вы не будете причинять себе боль. Конечно. Вот почему больные из... Ну, Ира, наверное, все-таки не имела в виду такие уже ужасы. Ну, вот она сказала, ремарка была... Подожди, Ира, ты имела в виду, что развивается это с возрастом? Или оно вот дано? Нет, там есть разные стадии, я так понимаю. Просто когда... Я, естественно, думаю про себя, но у меня все хорошо. Я думал, ты про себя. Но я просто вспомнила себя в детстве, когда меня кусала собака очень сильно до мяса, и я вообще не почувствовала. Ну, это была тема. Это был болевой шок. Нет. И мне вообще было не больно. И мне часто вообще не больно. Поэтому тут еще мой... Мы можем причинить ей боль. Сейчас подойдем к ней, и она вызовем у нее эту боль физическую. На самом деле у нее, конечно, этого нет, потому что это просто особенности порога чувствительности. Есть люди, у которых порог высокий. У женщин очень высокий болевой порог, кстати говоря. Да, конечно, конечно. А у мужчин довольно низкий. Низкий, да. Хотя есть разные. Вот южные... Так, представители южных наций, да, я заметил, Кавказ, Средняя Азия, они очень чувствительные мужчины. Такие эмоциональные. Слушай, а вообще очень чувствительные. Там скорее больше обидно. Обидно, а? Да. Все у нас сегодня стереотипы. Да. Несколько раз в день передергивает все тело. Это норма. Передергивает все тело. Либо это может быть тик, или в какой-то момент. Видите, мало информации, да? Мало информации. Бывает такой момент, когда это перед сном. Это всем известно, да. Но, видимо, вот прямо посередине чего. Хорошо, другой вопрос. Шум в ушах. Сейчас я как плохой свадебный ведущий пошучу. Надеюсь, этот человек не про наш подкаст. А шум в ушах не проходит 15 лет. Что делать? Это даже есть термин такой, тинитус. Вот знаете, у этого простого слова шум в ушах, простого словосочетания, есть такое мудреное обозначение в медицине. Тинитус. Красиво звучит. Да, можно ли, что-то мне тут тинитус устроил. Да, что ты мне тинитус, пожалуйста. Помолчи, я говорю, тинитус. Ты мне... Воп-воп-воп, тинитус. Это как заклинание Гарри Поттера. Тинитус стопикус. Стопикус. Так вот, стопикус это не получается, Сергей. Это проблема очень серьезная. Это ли не про давление ли? Нет. Шум в ушах может возникнуть из-за проблем отарелиноголога, лор-врача. Ну, не из-за него, а проблемы лор, патологии внутреннего уха. Да. Это может быть связано с высоким давлением. И причин для шума тоже много. А вот 15 лет, то, что человек говорит, это серьезный вопрос, который заставляет... Должен заставить ее пройти к двум специалистам точно. Лор-врачу и неврологу. Потому что только вдвоем в этой спальке... Вот у нас вот работает Центр коррекции головокружений. И там работает и отоневролог. Это специалист-невролог, специально обучавшийся тематике... Да-да-да. Такой, что специализировался на исследовании... Тинитуса. И тинитуса, и головокружений в том числе. И все клиники в Европе, мои коллеги, которые работают в клиниках головокружения... Да. У нас Центр головокружения только есть в клинике. Не такой большой, как у Центра. Звучит так, как будто тебе нужно обязательно его посетить. Центр головокружения. Дорогой, я... Ну, там, наверное, здорово. Нет, там мало здорового, потому что вот у одного моего немецкого коллеги коридоры сделаны... Головокружительный центр, нужно так называть его. Головокружительный центр. Вы знаете, Сереж, у него очень узкие коридоры там. Почему? Чтобы люди могли держаться. Конечно. У них очень сильное головокружение. Блин. Врагу не пожелаешь. И вот про тинитус, про этот шум в ушах, это лечится или лор-врачом, или неврологом. Но эта история только медикаментозная или, может быть, коррекция хирургическая, если это там находится в соответствующей причине. Потому что тут надо так, потому что мы же не сможем в двух словах очертить ее. По-моему, мы про это уже говорили, от чего темнеет в глазах, когда встаешь. Это как раз вот предоборочный вариант, да, конечно. Восемнадцатый вопрос. Восемнадцатый вопросик, Сергей. Восемнадцатый вопросик. О, ребят, все... Это много писали об этом. Значит, много писали об этом, да? Так, эмо. Здесь нас смотрят эмо. Или, ну, я думаю, что это к ним тоже относится. Значит, self-harm. Самоповреждение. Когда self-harm. What it? Преднамеренное повреждение своего тела по внутренним причинам без суицидальных намерений. То есть ты не хочешь себя убить, но хочешь сделать себя больно. Подставить руку собаке, чтобы она укусила. Ну, или порезать сам себя. Да, или это кому, кстати. Вот это тема внутреннего конфликта, скорее, наверное, психологического конфликта. Это психотерапевту, наверное. Это психотерапевту. И здесь я две вещи только могу вспомнить. Есть замечательная книга, свежая. Ханья Янагихара недавно написала «Другая жизнь». Вот такая книжка, в которой описывается история одного. Ну, там много историй, перекликается. Вообще в англосаксонской литературе переплетение сюжетов есть. И один из сюжетов посвящен парню, у которого была тяжелая психологическая травма. В детстве, подчеркиваю. А которую он прочно затрамбовал. И вылезала она у него только во внешних проявлениях, в селф-хармах. Когда он начинал резать себя. Он даже сам не понимал этого. И он облегчал свое состояние. Он снимал внутреннее напряжение. Понял вас. Вопрос такой у меня. А можно ли получать удовольствие от боли? Да. Ну, есть и в тех же оттенках серого. И вспомните фильм «Пианистка» с Изабелью Юпер. Был такой шикарный совершенно фильм. Да, я спросил, не подумал о том, что есть BDSM-сайты и так далее. Не, ну это скорее игра. Это игра. А когда ты себя режешь ножом, это уже не игра. Именно в этом фильме было показано, что персонаж Изабель Юпер, шикарная французская актриса, она себя резала, причем в области половых органов, и снимала в напряжении, и ей становилось хорошо. Не сексуальное возбуждение испытывала, а ей становилось хорошо, и за счет того, что облегчал все состояние. Это очень глубокий психологический конфликт. То есть все-таки это не приятное ощущение от боли, это чуть более сложнее. Это намного сложнее. Это намного сложнее. И вот когда мы... Потому что боль нам, в общем-то, не нужна. Не нужна боль. Вот зачем мы себя... Мы не должны себя повреждать. Это значит, что... Наш организм от нее пытается убежать всегда. Да, конечно. Защитный же механизм. И тут запечатанные истории. Почему так популярны всякие психологические центры. Правда, бывает так, что, знаете, есть известный человек такой, который много гастролирует с выступлением. Он не врач, он психолог. Но он позволяет себе называть своих клиентов пациентами. У психолога нельзя так. Пациент, у психотерапевта... Это то, что нам сказал Тетюшкин. У врача пациента у меня клиент. Да, совершенно верно. Или так? Правильно, правильно. Если он занимается психологическими... Нет, подождите. У психолога клиенты, у психотерапевта пациента. У психотерапевта пациента. Это совершенно верно. И это даже была буря таких эмоций у моих коллег-психиатров, которые говорят, ну как же этот психолог книги выпускает, ездит. Вы его знаете прекрасно. На букву Л у него фамилия. И он называет людей, клиентов, пациентами. Это не дефиниция, это не определение, это подход. Ни в коем случае. Тут можно таких наломать дров, вы сказали, очень сложно. Там иногда некие люди, которые вообще без медицинского образования, пациентов доводят до жутких совершенно историй. Но я не буду это комментировать, потому что я не врач. Я не знаю, не имею как бы... А селф-харм, это тема очень глубокая. Иногда это раскрывается под гипнозом. Поэтому, если у вас есть такие наклонности, скорее всего, вам не просто нравится боль, или кровь, или шрамы. Это все сложнее гораздо. Это такой достаточно крепкий узелок из проблем. Да, с которыми надо с очень опытным и не обязательно разрекламированным человеком, психологом или психотерапевтом разрешать. Хорошо, супер. Мануальная терапия. Я думаю, еще нужны остеопаты. Насколько это все вообще нужно. Вред, не вред. Тема очень интересная. Она интересная, правда? Она интересная тема. Потому что мне казалось, что мануальный терапевт, ну, это как бы не астрология. Это нормально. Но вот если говорить, Сергей... А, это не медикаментозное. Не медикаментозное лечение, в том числе и боли, в том числе. Вот если говорить о мануальной терапии, я сам много занимался мануальной терапией, проходил циклы. И было время, когда я зарабатывал деньги руками, а не головой. Потом я начал их зарабатывать головой больше все-таки. И было много пациентов. Это реально работающая история, когда ты восстанавливаешь, как говорят англичане, joint play, суставную игру. Мануальный терапевт — это врач? Мануальный терапевт — это врач. Это, еще раз подчеркну, это врачебная специальность. Это специализированные курсы по мануальной терапии. Остеопатия — это только часть от мануальной терапии. Потому что мануальная терапия делится на разные разделы, где можно сделать руками. Вот говорят, хрясть, он мне там взял что-то и сделал. Да. Крутанул. Но я всегда спрашиваю у своих пациентов. Скажите, врач, который взялся за вашу шею, за ваш позвоночник, он с ним посмотрел сначала? Угу. Если он этого не сделал, уважаемые слушатели, бегите от него. Я одно время залип конкретно на несколько дней, как под гипнозом смотрел чувака, какой-то на Западе там есть, к которому приходят люди, и он им делает так. Молоточком там что-то постучит. От этого какой-то такой, да, поправь ему, давай, пусть у него щелкнет шея, нога. За ноги там им, да, дергал. Это костоправ вообще, наверное? Кто это? Здесь есть такая история с костоправами и с мануальной терапевтами. Некоторые прикрываются вот этой афишей мануальной терапии. На самом деле они даже в медицинском образовании. Мне кажется, это вариант массажа даже. Есть вариант массажа. Есть те, кто молотками работает. То, что вот в Азии взяли там за основу. Да, они берут такой вот такой вот клинок. Да, и фигачат. И так тук-тук-тук. И в одном из городов нашей страны... Но к слову говоря, простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, к слову говоря, там пришел к нему человек, который вытягивает руки вверх, они разные у него, длинные. Это, может быть, полный булщет, извиняюсь, да? Но он там постучал ему, значит, что-то сделал. Он такой вытянул. Ох ты, одинаковые теперь длинные. Ну, то есть, вот пойди разбери. Вот пойди разбери, потому что, когда я посмотрел ролики, то, что делают эти люди, без медицинского образования, берут молоток и без всякого снимка... Вот тут я согласен. Хреначат по спине человека, у которого едва не развивается тетропорез. Тетропорез — это когда руки и ноги ослабевают и могут ослабеть навсегда. Ай. Потому что можно так сломать позвонок. Да. И черт тебе что. Ай. Я понимаю, что там творится, и думаю, ребят, это будет до первого перелома у конкретного чувака, который вас посадит просто. Угу. Просто. Потому что во времена расцвета мануальной терапии, когда сеанс стоил 5 рублей, а это было очень много, это советские еще времена, я вспоминаю таких целителей, которые просто били по спине человека, потому что они каратэ занимались. Это конкретный пример, это не гипербола. И пока этот человек-целитель не сломал позвонок полковника ОКГБ, он так и работал. Я понимаю. Иными словами, мануальная терапия — крайне действенная альтернатива медикаментозному лечению либо дополнение. В умелых руках. В умелых руках. Но надо серьезно к этому отнестись, к выбору мануального терапевта. Почему? Потому что при всей своей внешней схожести этот что-то там нажал, и этот нажал. А результат может быть разным. Абсолютно разная может быть. И эти примеры мы знаем, и не только в нашей стране, когда после неудачной манипуляции у молодого человека навсегда отказывают ноги, или что-то такое нехорошее бывает. И есть в остеопатии тоже, вопрос очень модный сейчас, есть разные остеопаты, некоторые просто прикрываются. Слушайте, а остеопат-то кто? Остеопат — это одна из равновидностей, это отдельная область. Вот к ним крайне неоднозначные отношения. Это абсолютно неоднозначные отношения. А ваше? У меня тоже. Потому что когда значительная часть этих людей говорит о том, что мы что-то там положили руку на крестец и что-то так вот положив поправляем, ну вы мне доказательную базу дайте. Я знаю, что они поправляют в свое материальное положение. Да, это точно. Одна из моих пациентов, которая спросила, у вас, Эдуард Скидзианович, есть остеопаты друзья? Я говорю, в чем дело? Была у одного, он мне положил руку на попу, и в этот момент у него зазвонил телефон. Он 20 минут разговаривал по телефону, а руку не убирал. А, как неловко! Потом говорит, я пришла на второй сеанс. Он также уже без телефона положил мне руку на попу. Это был его лечебный сеанс. Я говорю, ну и? Я говорю, а зачем вы второй-то раз пришли? Гениально! Мне было интересно. Может, все-таки что-то поможет? Легкие деньги. Возьмите на заметку. Блин, нет, надо, не берите. Я понял вас. То есть остеопат, это... Ну, не очень однозначно. Куда-то ближе к БАДам. БАДы тоже разные, и остеопаты разные. Но мануальный терапевт хороший, с хорошим медицинским образованием, который не спешит вас... Не спешит дёрнуть. Дёрнуть, а хочет с вами, как говорится, изучить... Посмотреть внимательно. И ваши снимки посмотреть. Это более надёжный вариант. Да, мне кажется, врач, который хочет поскорее хрустнуть, чтобы на вас, значит, произвести впечатление... А это же просто! Хруст, хруст! И еще следующее. Ты такой, ух ты, хрустнуло! Значит, деньги... Опа! Денежка упала. Опа! Вопрос, как будто бы от меня. Что делать, если не могу выспаться, сколько бы не спал? Это... Вот вчера я лекцию читал на цикле по сомнологии врачам. Это неэффективный, некачественный сон, который требует разбора полетов. Скорее всего, вам нужно идти спать под аппаратами всякими. Да нет, надо диагностику провести, потому что здесь... Знаете, я всегда говорю, это новая такая тема и гипотеза. Хороший день готовит хороший сон. Плохой сон готовит плохой день. И все по кругу. Циркуль и светеоза, порочный круг. И надо разобраться и в вашем дне, какой он был. В каком состоянии вы пришли к объятиям того самого морфея, не тот, который вас ждет уже там? Да, опять, вот так копнешь любой вопрос, так много но... Так много но нюансов. Да. Начнем с того, что вообще, в принципе, это похоже на гадание по кофейной гуще без конкретного человека и разговора с ним. Но тут совсем уже непонятно. Вот как человек спит? Во сколько он ложится спать? Во сколько он ложится? Что он делает перед сном? Я всегда говорю, в спальне две вещи. Сон и секс. Все. Либо перестань убивать людей. Сразу отпусти. Ну, скорее всего, да. Я, конечно же, не... Тряска всего тела при стрессе. Частое моргание. Как это убрать? Убрать стресс, я думаю. Нет, это... Убрать стресс. Стресс оставьте, давайте, пожалуйста. А вот моргание нужно убрать и тряску тоже. Нет, но тут надо, как говорится... Вы, ребята, определитесь. Либо стресс, либо моргание и стряска. Вообще вот эта тряска во всем теле, это дрожь. Это как раз, может быть, вариант панической атаки, который у людей во время внезапного испуга... Ну, реально. Ехал на машине, бах, едва, не дай бог, не сбил там человека на пешеходном переходе. И вот у него... И трясет его. И трясет его. Реально, что помогает? Дыхательная техника. Кстати, вот на YouTube-канале я последний сделал, потому что занимаемся медитацией, влиянием медитацией на человека. Нейронаука. Здорово. Здорово помогает медитативная техника. И вот этот вариант, когда ты начинаешь дышать... Правда помогает? Помогает. Больше того, я как невролог могу сказать. Вот говорят, ой, хрень какая-то медитация. Вы имеете в виду, что медитация как способ влиять на дыхание? На человека, на личность, на мозг, на эмоции. Есть блестящие работы, вот без всякой этой бла-бла-бла, а вот которые делают исследования люди... Давайте так. И смотрят, что мозг изменился. Подождите, мы тут говорили про медитацию, вы не поверите, с кем? С рэпером, да? С Яниксом. Яникс, йоу, привет. И он написал метод медитации, которым он пользуется. Это совершенно не то, как я познакомился с медитацией. Когда вы говорите медитация, вы что под этим имеете в виду? Медитативная техника. Какую именно техника? Абсолютно разные. Дыхательная техника, когда вы начинаете дышать и следите за этим дыханием. Вы меняете ритм дыхания с грудного на брюшной, например. Удлиняете фазу выдоха. Вдох. Пауза. И на раз, два, три, выдох. Вдох. Пауза. Раз, два, три, выдох. Медитация – это ведь не только там непальский коврик, привезенный откуда-то, поза благословенная намасте. Дымящиеся палочки. Палочки, эти поющие чаши, гонг. Хотя гонг, кстати говоря, помогает в медитации. Классные. Вибрации, да? Вибрации, этот звук, это вообще самый древний музыкальный инструмент на планете. Гонг. Это все классно, но достаточно, и не надо так вот этот вариант, я сейчас левитировать буду, или там как кунг-фу панда, да, там у него специфический уровень сложности, там level gut, что называется. Нет. Достаточно просто считать шаги под определенный ритм дыхания. Вот вы идете по улице, вот по Дмитровке, идете по улице и вместе с шагами считаете эти шаги, не считаете шаги, а под этот ритм движения дышите определенным образом. Это медитация. Вы берете, я вот показывал тоже в ролике, изюминку. Вопрос осознанного, осознанного подхода к любому действию, к еде, к питью, к сексу, к диалогу, ко всему. Вот изюминка. Я могу, хопа, и слопать ее, и проглотить, не чувствуя вкус. Нет. И тут, сейчас мы включим это. Мы берем изюминку, рассматриваем ее, чувствуем в пальцах текстуру. Как Мэтью МакКонахи, короче, в рекламе Линкольн. Смотрим, ощупываем, нюхаем, кладем изюминку на кончик языка, перекатываем ее. И вот мы чувствуем вкус изюминка. Мы так везде будем опаздывать. Это сладость. А опаздывать. А вот здесь... А это стресс. Неправильное планирование. А вот здесь вопрос. Если мы... Глубокая мысль. Если мы осознанно подходим к любому акту, мы не будем не успевать. Мы все успеем. Но вы удлиняете так свою жизнь. Если вы живете не глотая ее, а со вкусом... Да. Я не про борщ сейчас, а про всю жизнь, то мы... Этот акт, это общение, этот фрукт этого человека, это явление, вот все, этот бокал вина, он раскрывается для нас совершенно иначе. Это для нас с вами, западников в кавычках, очень трудно. И не случайно... Некая церемониальность какая-то. Ну вот я когда был в Киото, да, мы пришли туда, ввалились на чайную церемонию. Я понимаю, какие мы варвары в глазах этих людей, которые три года учатся заваривать чай. В японской церемонии это всего час, в китайской четыре часа. Вы знаете... Ну куда столько-то? Вот, вот говорят, не разводи чайную китайскую церемонию. Есть же такая фраза? Куда столько-то? А вот этот момент, когда тебя начинает вовлекать вот этот вот... Вот этот вот ритм, и мир подождет. Видимо, нам подсовывают одно под видом другого. То есть чайная церемония, на самом деле, не про чай, а про... А про медитацию, в том числе, кстати говоря. Но я согласен, что то, как мы кушаем, ни в какие ворота не лезет. Да я вот терпеть не могу слово «бизнес-ланч». У меня сейчас бывает так, я часто в Москву прилетаю, меня просят там на бизнес-ланч, бизнес-ужин, бизнес-завтрак появился теперь, даже такой термин. И вот мы там что-то обсуждаем, какие-то дела. Ну и что это? Либо одно, либо другое. Либо ты ешь, либо делаешь дела. У нас тут был Дмитрий Алексеев. Я специально погугл, чтобы не звать его Алексей, Алексей Дмитриев. Он бактериолог. И он очень здорово, пожалуйста, присмотрите, если вы не видели, рассуждал про то, как мы едим. Что мы действительно часто с едой вообще не те эмоции испытываем. Конечно. Нельзя говорить про плохое. Да. Конечно. Потом, после еды. После еды. Но во время еды нужно есть. Ну, у французов какая замечательная традиция. Все телефоны в сторону. Да. Еда – это обряд, это священодействие. Слушайте, вы говорили про гаджет-манию, гаджет-зависимость. Гаджет-зависимость. А я ей страдаю, честно говоря. Вы не только вы, Сергей. Ужас в том, что страдает ей колоссальное количество людей. Я себя обманываю тем, что я смотрю исключительно только полезные туториалы. Я либо смотрю обзоры, вон Ира говорит, ты все тут, как ты это знаешь. Потому что я смотрю только, вот я сейчас изучаю анимацию. Да? Зачем? Просто хочу. Я не буду аниматором и не буду этим зарабатывать. Мне просто интересно. Меня это веселит. Запоем, смотрю, всякие лекции, методики и так далее. Я себя этим обманываю, но по факту я не могу поесть без телефона. Конечно. Невозможно. Отсидеть ноги кое-где я не могу. Без телефона тоже? Конечно. Это называется гаджет-аддикция. Представьте себе, что среднестатистический россиянин сейчас за соцсетями, за интернетом, за голубыми экранами проводит... Я говорю не про телевизор, вот про наше вот это все. Шесть часов. Мы спим с вами восемь. Треть жизни. Мы говорим, ну, треть жизни человек проводит во сне. Классно, классно, как Эйнштейн говорил, не самая плохая треть жизни во сне. Шесть часов. У американцев два года назад педиатры били тревогу. Восемь с половиной часов подросток проводит за гаджетом. Восемь с половиной. Ну и что? И вот теперь история. Что есть такая гаджет-зависимость, когда человек начинает терять внимание, начинает терять... У него падает память, и он начинает иначе говорить. Вы заметили, Сергей, что... Это особенно касается детей. Вот вы, мы с вами можем выбор сделать. Вот вы можете сказать, хрен его этот, извините, выбросить телефон, и когда вы где-то, ну, на курорте, вы все равно меньше, наверное, все-таки там плаваете, или еще что-то такое вот делаете. А у ребенка нет выбора. Его подсовывают родители, которые суют ему айпэд, телефон. Заметьте, даже младенцы уже с интересом смотрят и держат в руках эту штуку. Есть исследования, которые показали, что когнитивные функции, то есть те функции, о которых мы говорим, функции мозга, внимание, память, мышление, речь, интеллект, начинают страдать. Это Касперский проводил в прошлом году исследование. Оказывается, ну, он секрет-то Полишинели открыл, на самом деле, все это вроде бы знают. Больше 50% занимаются тем, что проводят досуг там. Но вся фишка в том, еще вопрос. Я хочу избежать живого общения. 30%. Вот мы с вами говорим. Мы говорим, ну, на относительно хорошем русском языке. Передо мной человек с богатым словарным запасом. Что бывает сейчас в интернете, и как меняется культура? Смайлик. Веселый смайлик. Да, упрощение. Грустный смайлик. Скобочка. Другая скобочка. Упрощение речи. И иногда подросток, ему легче написать слова, чем общаться друг с другом. Речь – важнейшая функция, которая делает нас человеком, которая развивает наш мозг. Мозг ребенка. Пример Стэнфордского университета. Зашли в классы и попросили. Дети, пожалуйста, просьба. Нарисуйте, что такое привидение? Нарисуйте. Вот, Сергей, что такое привидение? Вот я попрошу вас сейчас нарисовать привидение на листье бумаги. Что вам пришло сейчас в голову? Ну, естественно, стереотип. Нет-нет. Вот слово привидение. Некий прозрачный страшный человек. Страшный человек. А какой-то образ известный из мультиков. Ну, Каспер какой-нибудь, да. Вот у вас Каспер. У людей чуть постарше. Это Карлсон, который... Карлсон, да. Карлсон, который... Ну, я... Я имел в виду под стереотипом, что это некое одеяло. Одеяло. Надетое на какие-то формы, да. Вот вы... Ваш мозг сейчас отработал задачу и изобразил у себя в голове образ привидения. Карлсон, так, Каспер, еще что-то. Что сделали дети из этого Стэнфордского эксперимента? А сколько им было лет? А подростки? Да. Они взяли телефоны и загуглили. Это другая работа мозга. Они стали смотреть. Им задали задачу. Вот я вам попрошу нарисовать... Но вопрос. Плохо ли это? Это вот вопрос большой. Плохо ли это? Хорошо. Мозг, работающий вот в этом направлении, он тоже работает, но он работает по более упрощенной программе, чем ваш мозг, который изобразил с усилием образ. Другое дело. Гаджет я не выбрасываю. Это классная штука, помогает нам... Вот вы сейчас сидите, информацию, и наши дети собирают огромный массив информации очень быстро. Но вся штука в том, и об этом говорят и в большом бизнесе тоже, что проанализировать этот массив информации и выдать на гора некий результат на основе этого анализа, синтеза... Можно, только если ты умеешь концентрироваться. Да. А эти гаджеты, я это знаю... Рассеивают. Внимание. Да. Они именно подкладывают свинью. Ребенок или человек... Он перестает концентрироваться. Это даже взрослого касается. Еще проблема вот в чем. Ты вроде как сконцентрировался. Без твоего ведома. Ты-то был молодец. Да. Ты работал. Ты такой, все, работаю. Да. Думаешь, мысль. Бум-бум. Сообщение. Ты отвлекся. Бум-бум. Еще нужно уметь с гаджетами. Конечно. Почему... Заметьте, почему во всех телефонах в красном кружочке с пометкой пришло сообщение? Есть, кстати... Это, кстати, вызывает стресс у меня. Я хочу скорее убрать этот красный гребаный кружочек. Это... Болезнь красных точек. Конечно. Из UCLA, Калифорнийский университет, профессор есть, гопс такой, он говорит, гаджеты меняют нас, меняют наш мозг и меняют нас. И другой парень, который работал в гугле, он говорит, принцип one-hand benefits. Дергаешь за ручку, получаешь монетки, да? Да, да, да. Джинг, джинг. Так вот. Серфинг в сети способен этому. Ты зашел, опа, пошел в другую, еще что-то, еще окошко, еще окошко. Хорошо. Я добыл, что ты несколько часов там. Делать то, что, скажите, просто врач. Я могу сказать, что здесь, вот это вопрос к родителям, когда вот приходят... Ну и к себе, давайте так, чтобы люди могли к себе применить. Человек должен заниматься другими еще, ну, не хочу сказать, общественно полезными делами. То есть, время-время, время-делу и потихий час четко разделять. С гаджетом в спальню не заходить. Только с партнером или партнершем. Это классная рекомендация. Весь самонологический мир говорит, это надо оставить там. Потому что всегда ты потянешься к телефону или айпеду. Он у тебя должен остаться вне предела спальни. Сон и секс. Две вещи. Окей, книга-гаджет? Нет, книга, и это классное исследование Ельского университета. Берешь бумажную книгу, и мозг твой работает иначе, чем когда ты скроллишь книгу электронную. То есть, в любом случае, это смена деятельности. Это смена деятельности, и это классно. Я слышал какой-то совет от человека, что когда он приходит домой вечером, выключает гаджет. Да, это классно было бы. Не, ну это как сказать, брось курить. Нет, это очень трудно. Нет, нет, нет. Не курить. Ну хорошо. Это очень сложно. Вариант. Тем более, я сейчас говорю про себя, я вообще этот подкаст сделал для себя, чтобы решать свои проблемы. У меня-то еще такое, знаете, такое есть как бы оправдание. Ну, я же блогер, там же моя работа. Если я не поработаю, я там без денежки останусь. Конечно, я сейчас... А на самом деле я зашел поработать. Это могло сделать 30 секунд меня занять. Бац, я провожу там 20 минут за ерундой. За ерундой. Или вот этот серфинг в сети, он на той... Очень умные люди работают... Над алгоритмами, которые как раз... Вот наше любимое слово, дофамин как раз. Конечно. Они подбрасывают. Все подбрасывают, подбрасывают, подбрасывают. Ты там зашел. А что там у Ивлевой с LGM? Еще совет. Еще совет. А, кстати, а что у Ивлевой с LGM? Погугли, пожалуйста. Я сейчас серьезно. Вроде более-менее нормально образовался. На полном серьезе. Я хочу знать сейчас информацию на сегодняшний день. Главное, Тиму Белорусских послушать. Или с Криптонита. С этим. Алишером Валиевым. Итак, классный совет практически. Заходишь в спальню без гаджета. Без гаджета. Гаджет фри-зона. Фри-зона. Лучше, если вы хотя бы час до сна гаджет убрали. Почитайте книгу. Поговорите. Поговорите. Сейчас они еще хитренькие сделали, знаете что? Они такие сказали. Почему вы, значит, у вас тревожные сны, вы не можете уснуть? Потому что синий спектр. А мы сейчас его убрали. Да, пожалуйста, оранжевый там сделаем. Вы можете включить, чтобы после какого-то времени, значит, вечером... Это уловка. Экран меняется. Лукавство. Конечно. Второй момент. Конечно, у нас должно быть время ограниченное на работу. Что я хочу сделать? Если это по работе, то я вот четко определяю рабочее время. Все, оно закончилось, я отошел. Вот, кстати, этот год, он во многом уникальный для нашего поколения. Да. Потому что нарушились паттерны. Да, онлайн. А раньше как? Люди, которые работали от звонка до звонка, все, они в шесть часов закончили, их нет на работе. Сейчас не так. Если ты дома сидишь, тебе могут в два часа ночи написать. Да. Ну да, как бы это стало нормальным. То есть этика рабочих часов вообще... Изменилась, очень сильно изменилась. Я вот вчерашний тоже приводил пример, когда я просидел у себя в студии, мы вели онлайн-трансляцию нашей конференции. У нас такой есть проект «Брейнсторм». Контроверсии, спорные вопросы в неврологии. Я каждый год ее провожу. И вот четыре часа этой работы, потом с врачами со всей стороны там про сон обсуждали, всякие специфические вопросы. Вот улетело шесть-восемь часов. Но я пришел домой, я убрал, я взял в руки бумажную книгу, я выхожу гулять на природу, железно, мне надо и хочется вроде бы... Как вы скучаете, боже мой. Я скучаю? Нет, абсолютно. Я могу встать на лыжи, вот сейчас я забрал здесь, в вашем замечательном магазине недалеко, все для дайвинга. Вот, кстати говоря, почему мне нравятся подкасты. Потому что подкасты могут спокойно существовать без видео. Вы можете идти гулять и слушать, и это все-таки тоже какая-никакая альтернатива. Конечно. Можно гулять, наслаждаться свежим воздухом и слушать, но не смотреть. Конечно. И привет всем тем, кто сейчас нас слушает на прогулке. Привет, ребята. Добрый вечер. Как это мы про вас узнали? Как там здание вокруг? То ли хорошо, напишите нам. И я, кстати, тоже пользуюсь, когда длительный перелет, переезд или еще что-то слушаешь и в ушах, если не читаешь книги. Вообще подкаст идеальный компаньон, именно когда ты куда-то едешь, летишь. Так здорово. Глаза не заняты. Да. Это шикарно. Единственное, когда я в лесу, скажем, бегу или там с скандинутской ходьбой иду, то я, конечно, слушаю музыку леса, что называется. Это там совсем другое. И, кстати, японцы придумали недавно форестерапию. Они выводят чуваков, страдающих от неизвестно чего, от разных болезней. Они выводят их в лес, сажают там. У бандитов такая была форестерапия. Да. Ну, они рыли, еще не трудно, рыли всякие ямки. Ну, для того, чтобы остаться наедине со своими мыслями. А здесь они медитацию проводят, еще что-то сажают в автобус и увозят. Я говорю, елки-моток. У нас это форестерапия, грибники занимаются там ходят. Я, кстати, насчет форестерапии не знаю, почему мне так нравится трогать деревья. Да, это хорошая энергетика. Потому что есть и тактильный момент. Вы трогаете. Это то, чего, кстати, не хватает сейчас. Нет, вот вы сказали, трогайте друг друга. Правильно. Надо трогать, надо разговаривать друг с другом. А гаджеты, это нас отталкивает немножко. Ну, по крайней мере, дистанцию это создают большую между нами. Снова к вопросу. Причины появления болезни Паркинсона или Паркинсона? Паркинсона. Джеймс Паркинсон, английский врач. Поэтому, если бы он был француз, тогда был бы Паркинсон. А у меня здесь стоит ударение на боке О. Это не совсем верно. Ира, из-за этого мой вопрос не блестящий. Ты специально это сделала, да? Я понял. Итак, причины появления болезни Паркинсона. Что это такое? Значит, смотрите, это медленно прогрессирующее хроническое нейроэнергетическое заболевание, характерное для РИС старшей возрастной группы. Совершенно верно. И я скажу, как Соломон, и вы правы, и вы неправы. А истина где? А истина посередине. Все верно. Болезнь Паркинсона бьет по людям пожилого возраста прежде всего. Нарушается выработка того самого дофамина, о котором мы с вами говорили. Отсюда вот эта бедность эмоций, бедность движений, и этот тремор, дрожание у людей пожилого возраста. Это процесс, который может быть наследственно обусловлен, генетика, может быть приобретенный вариант. У людей после инсульта вызывает такая штука. Но бывает, к сожалению, и у молодых лиц. После тяжелой травмы. Или печальный пример я приведу сейчас. Это 20-летний гарный хлопец, которого девушка подсадила на наркотики. Есть такой формат марганцевый паркинсонизм. Я не буду сейчас рассказывать про... Помните, я говорил, что девушки лучше всех. Кроме нее. В общем, зелье они варили на основе марганцовки. И вводили это себе в вену. А марганец отложился в тех самых подкорковых зонах мозга. И 20-летний парень, красивый мальчишка, не мог двигаться нормально. У него был паркинсонизм. Это редкая история, но она бывает. То есть угнетается нервная система. Угнетается выработка трансмиттера важнейшего. Вот этого дофамина. И проходимость сигнала ухудшается. Ухудшается. И поэтому... Ну, соответственно, вообще все. Речи до свидания. Речи становится. Он начинает говорить вот так однообразно, медленно, тихо. А помните вот у Мухаммеда? Мухаммед Али, это пример. Помните, как он говорил? Жаль, как пчела, пархай как бабочка. Легкий, быстрый, энергичный. Это супертяж. Один из самых подвижных и... Супертяжей. Супертяжей, да. В истории бокса. И в то же время получив... А это же... Почему мы видим, да? У тяжеловесов удар ведь страшный. Они же быка снесут с копыт, что называется. И, естественно, он пропускал от Формана, от других, удары. Вообще сейчас, на самом деле, к многим видам спорта меняются отношения. И самые большие дискуссии идут на Западе. Я почему-то так говорю, потому что я не сплю, а смотрю ерунду всякую. Да, вот. Вот хотя бы пригодилось. К американскому футболу меняются отношения. Потому что вся суть американского футбола – бегать и получать сотрясение головы. Мощнейшие удары. Да, и есть исследование. Это ведет к тяжелейшим депрессиям и суициду. Конечно. Как много этих игроков в американский футбол закончили жизнь самоубийством. Кошмар. Ну, там и наркотики. Из-за депрессии, конечно. Связанных с отрясением... Конечно. А у Мохаммеда Али была другая история. Я не знаю. Связанных с сотрясением головного мозга. Мои беседы здесь в основном такие. Я начинаю фразу, человек ее уже закончил 25 раз за меня в голове своей, а я никак не могу закончить. Короче, да. Это одна из самых серьезных болезней, да? Да, это серьезные болезни. Это одна из... Вот наряду с болезнью Альцгеймера, это одна из самых часто встречающих. Принципиальное отличие Альцгеймера от Паркинсона. Паркинсон — это движение, прежде всего. Это нарушение движения. Голова может работать более-менее. А-а-а. Более-менее. То есть я когда сказал, что угнетается память, это я перепутал... Память может угнетаться. Может. Но Альцгеймер разрушает личность вообще. Сейчас об этом скажем. Да. И вот история такая, что человек с болезнью Альцгеймера перестает двигаться. Он глубокий инвалид. У нас был такой научный проект. Паркинсона. По болезни Паркинсона. Я с гордостью могу сказать, что мы были первыми в нашей стране, кто сделал это на этих пациентах. Это была сумасшедшая совершенно история, когда люди с тяжелейшим паркинсонизмом, которые не могли вставать, могли поехать на дачу, сесть на велосипед, пойти на рыбалку, вернуться к обычной жизни. Как вы это сделали? Но это не я. Это была целая команда наших врачей в том числе. Это был проект клинических исследований. Эти люди еще живы. Они продолжают. Я могу сказать, что это была первая Казань, а не Москва и Санкт-Петербург. Надо сказать, что Казань на самом деле очень прогрессивный регион. Да, кстати. В свое время все те нововведения, которые в Москве появлялись, например, связанные с дорожным движением, отрабатывались на Казани. Это очень много, вообще-то, в Москве, надо сказать. Татары... Я имею в виду, непосредственно в Казани отрабатывались. Например, камеры, которые сейчас нам не дают жить тут, да? Они из Казани пришли. Да, да. Спасибо вам. Так вот, а болезнь Альцгеймера — это наша личность, это наша память. Вот она, эта болезнь, связанная с астрофией мозга, когда мозг начинает как сугроб под весенним солнцем съезжать. Подождите, вернемся к тому, как ваша команда... А, ну да. Это был проект, который был придуман шведами вообще в свое время. Что вы делали? Это вводили специальное вещество, специальный препарат по специальной технологии через дырочку в животе в кишечник. В специальный кишечник. Не в специальный, в кишечник. И человек использовал уникальные технологии помпы, когда человек говорил, я сейчас пойду погулять. Нажимает кнопочку, и препарат идет в большем объеме в его организм. Вот, я ложусь спать, нажимает кнопочку, препараты... Он сам управлял своим состоянием. Уникальность технологии была в использовании вот этой вот помпы. А кишечник, потому что впитывание хорошее. Впитывание хорошее. Потому что, когда... Вот деталь такая. Человек пьет от этой болезни таблетки. Да. А особенность в том, что начинает прыгать концентрация в желудке. Растворяется по-разному. И концентрация то вверх, то вверх... И ты можешь эту таблетку просто впустую выпить, да? Можешь впустую. Она потом через какое-то время перестает работать нормально. И невозможно удержать вот этим перорально... И вы обошли этот баг. И вот этот происходит... Обход такой. Это технология. Тут и эндоскопист, и хирург был вовлечен. А этот препарат, он что именно делает? Он... Возбуждает нервную... Он создает условия для нормальной вот этой дофаминовой стимуляции в мозге. Да. Он ее держит на одном уровне, и человеку комфортно. Он спокоен. У него нет прыжков вверх-вниз, когда он там то застыл как статуя, то быстро задвигался. У него всегда нормальный уровень концентрации. И он может, соответственно, вести нормальную социальную жизнь. Да, абсолютно нормальную социальную жизнь. А, Даня, как у нас с материалом? Мы еще можем продолжать? Я боюсь просто, что ты мне не говоришь, что у нас оставатся две минуты. Все хорошо? Сколько еще можем мы говорить? Все можем? Все можем, да? Все. Класс! Дальше пошли. Ира, может быть, у тебя есть вопросы? Про визуальный снег? О, точно! Визуальный снег. Вы понимаете, о чем мы сейчас говорим? Это виртуальная реальность? Видимо, это к вам точно. Смотри, нет, визуальный снег. Это когда ты видишь глазом своим, что что-то тут перед... что-то летает. Мушки. Мушки. Мушки летают. Мушки летают. Мне кажется, это чисто физиологическая штука. Это никак не к неврологу. Нет, это физиология совершенно. Другое дело, что... Одно дело, яркие вспышки или зигзаги при мигрене. Аура. Когда у человека болит головой, значит, вспышки появляются. Черные точки. Что это аура мигрени? Аура мигрени – это когда человек начинает вдруг резко чувствовать... Вы, кстати, перечитайте Булгакова. Четко там очень на простом языке, очень мастерски описана эта история с мигренией и с аурой. Ощущает запахи резко. Неприятно ему смотреть на солнце. На свет, на звуки слушать. И вдруг у него появляются резкие яркие вспышки перед глазами. Полыхает желтый, красный. Лицо меняет с человека. Вдруг Сергей стал таким причудливо гибким. Стол изменился. Вот эта история с визуальными образами, зрительная аура, она бывает при мигрени. Это одна история. А зрительный снег? Теперь точки, мелкие точки. Да. Вот я подумал про это, что что-то мигает. Если мигает или... Как будто бы ты смотришь на вечернее платье, знаете, которое так переливается. Здесь может быть другая история. Изменение артериального давления. Тоже бывает такая история. Работа с экраном. Почему там в хороших, с высоким разрешением и четкостью экраны так актуальна для людей, которые занимаются сисадмины, там работают за компьютером, потому что глаза не так устают. Но есть еще одна история. Пару лет назад заговорили о том, что в наших глазах есть два типа рецепторов. Ну, вот палочки, колбочки, которые отвечают за зрение. Да. Видим друг друга. Которые ловят этот цвет. Нет, это зрение, это образ. А есть еще открытый вид рецепторов на глазном дне, который отвечает за голубой свет вот этот вот. За источник, за восприятие... Сейчас поясню мысль. Дня. Дня и ночи. Да. И поэтому отсюда ответ, почему плохо зрячие люди, плохо видящие люди или незрячие люди могут соотносить день или ночь. Потому что в наших глазах есть два вида рецепторов. Один рецептор – это я вижу Сергея, а другой вид рецепторов – я чувствую, что сейчас ночь. Кстати говоря, это те, кто задергивают наглухо... Да, локдаун такой делают. Да-да-да-да, значит, эти занавески у себя в спальной комнате. И часто им сложно проснуться, потому что организм не получает... Информацию, сигнал. Датчик света, не знаю, как в машине. Датчик дождя, значит, почувствовал каплю, он включает дождик. Поэтому совет очень простой. Либо вы... Есть такие технологии, которые вместе с будильником, когда там петух начинает кричать громко, да, кукарек, и все громче и громче и громче, или звук нарастает, нарастает, появились такие будильники, которые свет дают, и он начинает увеличивать, пробуждать организм. Вот эта история. И когда вы проснулись, все, встал и раскрыл окна. Свет должен ударить в глаза. Вы начали новый день. Только не в нашей реальности. Когда ты в 11 часов встал, там темно, черт возьми, все еще. Поэтому невозможно встать. Да, это точно. Хорошо. Так, что мы еще не успели спросить, что у нас спрашивали? Мы, кстати, так или иначе уже по всему пробежались. Можно ли эпилепсию отнести к психическим расстройствам? Если только изменение личности начинается, потому что эпилепсия – это все-таки заболевание неврологическое. Если его вовремя подхватить и лечить, то пациенту можно помочь. А помочь – это устранить вот эти приступы. Потому что каждый приступ начинает бросать мозг в бездну. В бездну непонимания своего состояния. И люди, которые не лечат или не лечатся по разным причинам от эпилепсии, или получают плохое лечение, когда приступы сохраняются, у них нарушается память и изменяются их характерологические особенности личности. То есть это не психическое расстройство, конечно же. Это физиологическое нарушение. Это неврологическое заболевание. Что там нарушается? А там нарушается так, что в мозге вдруг появляются участки, которые выдают сигналы. Мозг в этой зоне выбрасывает импульсы, которые как раз создают либо двигательные эти эпилептические, или чувствительные эпиразряды, что называется. А почему часто пишут перед началом фильма, что содержит наш видеоряд яркие вспышки света, и у людей, которые страдают эпилепсией, может начаться как-то... А потому что даже те японские мультики, у Миядзаки даже смотришь, очень яркие картинки в его мультфильмах, а есть еще мультики, которые там с этими образами из аниме японского, где там мелькают много. Вот они, особенно у детей, могут спровоцировать. Поступает мощный источник света, и он перевозбуждает кору мозга, кору больших полушарий, и она, образно говоря, взрывается. А почему так? Вот такая физиологическая особенность. Почему такая уязвимость нашей системы? Мы вообще уязвимы очень. Да. Что делать, если у человека эпилептический припадок? Что нам нужно делать? Ему надо положить его на бок, если он без сознания положит на бок, просто на бок, никаких ложек во рту не надо держать, ломать ему зубы, как иногда происходит, чтобы не было западения языка, и пусть отлежится, если у него вот этот эпилептический припадок сейчас. А вообще, если у него повторяется, то вызывается там скорая помощь, и к врачам обращаются, люди уже и снимают медикаментозными средствами. Эпилепсия – это заболевание или симптом? Нет, это может быть и симптом другого заболевания. Да. Например, абсолютно здоровый человек, молодой, 30 лет, все хорошо, жил, не тужил, вдруг пах, на полном здоровье эпиприступы начинаются. Бежать к неврологу, проверяют, смотрят, делают МРТ, опухоль мозга. Потому что она тоже продуцирует. Ира, ты тоже сейчас вздохнула, да? Одновременно. Я думала, что во взрослом уже, типа, если нет, то нет. Сегодня после нашей беседы никто не уснет. Надо сказать в интро, чтобы смотрели с утра, чтобы к вечеру забылось. Так что, может быть, разные варианты. Есть болезнь с детства, начинающая эпилепсией, или, может быть, боли в зрелом возрасте. Она может быть после инсульта, она может быть после травмы. А сама по себе? И сама по себе может возникнуть. Такая вот, идиопатическая ее называют эпилепсией. Тремор. Тут есть ударение, я на правом правильном. Дрозжание. Непроизвольное быстрое ритмичное колебательное движение частей тела или всего тела, вызванное мышечными сокращениями и связанное с временной задержкой корректирующих афиг... Короче, вы все поняли. Вот она. Тремор. У многих людей трясутся руки просто как бы так. Как бы так, совершенно от стресса, от того же, от волнения. У меня затряслись руки, и я вот бокал не могу держать. А вроде как в спокойном состоянии. А есть люди, у которых есть так называемый эссенциальный тремор. Особенно у молодых людей. Вот у нее трясется рука, и ничего с этим сделать не может. Это редко встречается, слава богу. История. Это заболевание, но оно редко встречается. А есть физиологический тремор, когда просто человек вытянул руки, и у меня могут сейчас тоже потрясываться чуть-чуть. Хотя нет, этого нет. Но если в волнении человек приходит, после физической нагрузки, но когда вы... Надо эту картинку на заставку. Да, вот так вот. И подписать секты. Секты. Или он пригласил невролога к тебе. Тянемся к знаниям. Тянемся к знаниям. Вот. После физической нагрузки, после секса, тремор есть? Есть. Вы отработали сет один за другим, условно говоря. В кроссфите, например. Ну, или в сексе, или... Выиграли гейм. Да, и все, у вас начинают рожать и руки, и ноги. Ну, то есть это либо... Либо болезнь, либо физиологическая история. И не надо бежать, кстати, к врачу, если у тебя подрагивают руки периодически. Ну, подрагивает... То есть важный момент, когда этот тремор появляется. Появляется, конечно. Да. Конечно. Может быть, действительно, не стоит преувеличивать его значимость. Безусловно. Вы просто занялись сексом. Так бывает. Так бывает. Да. Просто не заметили. Как будто бы подытоживающий вопрос. Я не знаю, как вы на него ответите. Какие тревожные звоночки? Что пора к неврологу? Наверное, вы поймете. Да. Ну, во-первых, тревожные звоночки. У меня очень часто болит голова. Это раз. У меня нарушение памяти или внимания концентрации, которые за пределами обычных историй. Я очень плохо сплю, и это вызывает мой дискомфорт. Дискомфорт в моей жизни. Это вот наиболее такие частые истории. Или у меня кружится голова. Это тоже можно, кстати, извините, что, пожалуйста, из этого тоже можно сделать тизер, как будто вы признаетесь в том, что у вас проблемы. Нет, у меня тоже и болит голова, и кружится голова. И это другое дело, что я понимаю первоисточники и причины этого дела. Но когда мы говорим, и здорово, что мы с вами сегодня встретились и встречаемся, и говорим о проблемах, о которых, к сожалению, люди здоровые, над которыми люди здоровые практически не задумываются. Но надо понимать, что очень легко уйти в зазеркалье. Там, где уже болезнь. И вернуться оттуда бывает очень трудно. Да. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Сергей. Что мы давайте подытожим? Значит, вы сегодня узнали. Мигрень. Это плохо. Ее очень много. Плохо диагностируют, и мало кто занимается ее лечением. У нас очень распространенная вещь. Вы не один такой, если у вас болит голова. Мы сказали, что делать. Найдите специалиста, знаете, где найти. Все, вперед. Дальше. Если вас ничего не беспокоит, не надо никуда бежать, да? Сон, стресс тоже разобрали. Много чего прошли. Да. Психосоматику. Психосоматика. Да. Остепатов вспомнили. Слушайте, вообще классно посидели. Да. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Вам понравился этот опыт? Мне очень понравился. Мне очень понравился сам формат подкаста. Кстати, мы тоже сейчас пишем подкаст, но он будет такой литературный больше. Воланд пришел на прием к неврологу, профессору-неврологу. Что это значит? Ну, это значит, это такой литературный будет образ. То есть, ваши литературные персонажи будут... Ко мне пришел на прием Воланд. А, потому что он описывал какое-то... Нет-нет-нет, вообще, там из другого, там как будто я сижу на приеме, ко мне заходит то ли женщина, то ли мужчина. Оказывается, это Воланд, который начинает говорить немножко с акцентом. То есть, прямо радиоспектакль? Да, это будет радиоспектакль. Потом мы оказываемся на Патриарших прудах. Как это будет называться? Пока название не придумано, потом появляется депутат Государственной Думы здесь, и там много заворотов таких. Я просто играю разные роли, разными голосами. Ну, вообще, я заметил, вы любите литературу, художественные произведения. Да. И, кстати, те вот, ну, большие конгрессы российские, меня просят, я с гордостью об этом говорю, организаторы меня просят завершить эти конгрессы гранд-финалом, где я выступаю один, без контроля времени. Они отдают мне этот гранд-финал, и я на литературных образах известных художников, писателей раскрываю, например, какую-то ту или иную проблему. Это круто. Прикольно. Это прикольно. Я вообще сильно топлю за подкасты, считаю, что их должно быть очень много. Да, разных. Чтобы каждый нашел себя. Более того, одну и ту же тему можно раскрыть, а также миллионам способов. Конечно. И кому-то, в общем-то, комфортно с каким-то ведущим, кому-то нет. Больше подкастов. Спасибо, что вы тоже в нашей секте. Да, вот это вот все, то, что мы сделали. Добро пожаловать. Друзья, если хоть один дизлайк будет под этим видео, я вообще не понимаю, что вам надо. Кто? Что вам надо от этой жизни? Спасибо вам большое. Вам успехов. Большая честь, что вы к нам пришли. Спасибо большое. Будьте здоровы. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok